Вам буквально 15 лет. Что вы об этом знаете? Вы же умеете читать по-английски. Да, я действительно умею читать. Назовите, пожалуйста, 10 книг. Вы это серьезно говорите? Да, на 100% я прочитал 10 книг. Повторите это еще раз, Гэнго. Как у всех сегодня дела? Меня зовут Матан Эван. Все просто замечательно. Сегодня вы с ним не будете играть. Я вижу это по вашему лицу, чувак. Вы занимаетесь своим делом. Он был не очень доволен тем, что вы все ему сказали, и тем, как вы задавали несколько случайных вопросов в прошлый раз. Так вот, сегодня он пришел в себя и начал нести всякую чушь. Вы понимаете, что я имею в виду? Билл Клинтон сегодня получил несколько похвал. А вы были там вчера, позавчера? Да, ему действительно присвоили, по-моему, что-то вроде звания почетного раввина в одном из лучших университетов Израиля. И они подумали, что вы просто валяете дурака. Я не шутил, определенно была какая-то внутренняя информация. Они подумали, что вы просто валяете дурака. Так что я держу пари, держу пари, держу пари, держу пари. Так вот, у нас тоже есть несколько злодеев, умных, талантливых, обаятельных злодеев. Так что они собираются? Вы понимаете, что я имею в виду? Знаете ли вы все о его убеждениях и о том, какой партии он принадлежит? Я хотела бы узнать побольше об этом. Да, именно так и есть. Продолжайте, Том, продолжайте. Мы очень интересны друг другу. Это очень интересно. Очень интересно. Вы совершенно правы. Я действительно хотел бы начать с того, что задам вам, ребята, пару вопросов. Я в некотором роде не уверен в этом. А чем вы, ребята, зарабатываете на жизнь? Мы занимаемся созданием контента для вашего сайта. Да, именно мы создаем контент. А какой тип контента вы создаете? Вам действительно нравятся видеоролики о макияже, игровые видеоролике и все такое прочее? У нас работают только братаны. У нас работают только корюши. А какие видео вы снимаете на эту тему? Это кукуруза. Это кукуруза. Вы совершенно правы. Да, именно так. Это очень злой человек. Очень злой человек. Так оно и есть. Он играет в эту игру. Он играет в нее. Он играет в нее. Вы правы. Совершенно очевидно, что я человек Божий. Так что я хотел бы как бы на минутку рассказать вам об этом. Предложите всем желающим по одной такой штуке. Вы же знаете, что сами можете сделать свой выбор. Вот дерьмо. О да, позвольте мне взять черную штуку. Позвольте мне взять черную штуку. Да, позвольте мне взять черную штуку. Это просто безумие какое-то. О, черт возьми, он привез с собой дополнительные услуги. Ну же, давайте же. Вы действительно представляли интересы компании. У меня их целых два. О, о, подождите, подождите. Пожалуйста, уточните, что все это значит. Что же все это значит? А что же они собой представляют? Бог ведь стоит над вами, не так ли? Именно так, так что поднимитесь выше себя. И подождите до поры до времени, пока вы не станете антисемитом или кем-то в этом роде. О, о. До тех пор, пока вы будете носить его на голове. О, вы меня видите? Я люблю Бога, я люблю его. Я люблю всех и каждого. Я люблю Бога. Я очень религиозна. Нам нужно поднять вопрос о том, чтобы остановить ненависть азиатов к палочкам для еды. Теперь, когда он поднял голову, я в замешательстве. На самом деле, я сейчас не в том настроении, но мне кажется, что у вас, ребята, заключено много зла. Нет, нет. Нет, нет, подождите минутку, братан. Вы меня поняли. Боже, дайте мне вот это. Они пытаются нас подставить. Они пытаются каким-то образом свести нас с ума, в той или иной форме. Я просто хочу, чтобы все присутствующие на этом потоке знали. Я верю в Бога. Мы все верим в Бога. Так что не поймите меня неправильно, когда мы будем настраиваться, потому что это совсем не круто. Я твердо верю в Иисуса Христа и Господа Бога. Перед тем, как начать этот подкаст, мы помолимся за вас. Поэтому, пожалуйста, не поймите меня неправильно из-за того, что кто-то пытается обрекнуть нас на неудачу. Большое вам спасибо. Я боюсь только Бога. Вы верите, что они молились до этого? Определенно нет. О, о. Нет, они определенно молились и раньше. А теперь у них в машине сидел водитель азиат, который молился, чтобы я добрался до этого места. Да, именно так и есть. Это действительно так. Я не собираюсь лгать. Я действительно не ценю того, что вы сказали, что мы не молились, потому что я действительно верю в Бога. И я не ценю того, что вы немного преувеличиваете. Вы отрицаете мою веру, так что же в этом хорошего? Право же, на самом деле я вовсе не отрицаю вашей веры. Я просто хочу сказать, что исходя из моего определенно обоснованного предположения, я бы сказал, что вы, скорее всего, не молились до этого по какой-либо причине, которая не была бы предвзятой. Я могу и ошибаться. Впрочем, на самом деле это не имеет никакого значения. Но я просто хочу знать, что заставило вас поверить в это? Потому что я был немного сбит с толку тем, чем вы, ребята, занимаетесь. Я до сих пор пребываю в некотором замешательстве. Я определенно не имею ни малейшего представления о том, чем они занимаются. А чем вы занимаетесь, кроме награждения призами за кросс-шоу? Я просто много болтаю и к тому же очень образован. Так это вы и есть? Вам 15 лет. У вас есть образование? Я в высшей степени доволен вами. Все в порядке. Подождите, так вы что-то путаете в том, чем мы все занимаемся или нет? Нет-нет, я знаю, чем вы занимаетесь. Вы прямо как менеджер. Я просто хотел сказать. Я профессиональная танцовщица. Так вот, я была в турне с Лил Бэби и танцую для Джанет Джексон. Я выступала на канале NBC World of Dance. Раньше я жила в Лос-Анджелесе. В моем резюме есть очень много интересного. К тому же я очень образована. Я окончила среднюю школу на год раньше срока. Я занимаюсь недвижимостью. Я работаю менеджером по социальным сетям. И да, а чем вы занимаетесь? Еще раз повторяю, на самом деле я обращался не к вам, просто судя по тому, что они говорили, это было немного порочно. И вы знаете, я как раз размышлял об этом. Я был не очень-то счастлив. Именно поэтому мне и пришлось пригласить сюда маленьких хранителей. Все в порядке. Ну вот и все. Вот и мои модели тоже являются моими моделями. Так как же я должен выглядеть, если скажу, что вы утверждаете, что мои модели это зло? А разве я не был бы таким же, потому что в вашем представлении я был бы сущим дьяволом? Да. Значит, вы считаете меня дьяволом, потому что я зарабатываю деньги. Почему вы считаете, что то, что мы делаем, является злом? Совершенно очевидно, что если рассматривать это просто с религиозной точки зрения, то это очень злое дело. Это определенно направлено против Бога. Поэтому я чувствую, что было бы очень лицемерно сказать, что вы молились перед этим, если бы что-то было насмешкой над Богом. Я принимаю участие в этом деле. Я испытываю к вам глубокое уважение. Я хочу сказать вот что. Я уважаю, я уважаю ваши убеждения. Тем не менее, я не уважаю то, что вы говорите по телефону, пока я с вами разговариваю. А почему? Вы смотрите в свой телефон, верни. Так вот, я действительно просматриваю свои записи. Ну и что же у вас есть в ваших заметках, верни? Он достал эти заметки из кармана. Это очень серьезно. Сейчас все станет совсем серьезно. Позвольте мне просто показать вам, что у меня есть в моих заметках. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ничего себе, ничего себе. Это немного трудно разглядеть, но все же. У вас есть дыня с какао-бобами. Это очень серьезные вещи. Какао-дыня — это в буквальном смысле то, что у вас есть в голове. В любом случае, вот что я хочу сказать. Когда вы верите в Бога, у вас есть свобода воли. Поэтому если вы недостаточно образованы, очевидно, что вы не понимаете этой концепции другой религии. Потому что, как вы уже сказали, я не знаю, во что вы верите. Я не знаю ваших точных убеждений. Но я уважаю тот факт, что у нас может быть момент согласия или несогласия. У Бога действительно есть свободная воля, и мы способны сделать все, что в наших силах, принять непростительный грех, чтобы все было хорошо. Таким образом, вы утверждаете, что мы являемся злыми, потому что они что-то делают абсолютно на сто процентов неверно. На самом деле, я никогда не говорил, что они были злыми людьми. Я просто сказал, что поступки, которые они совершили, определенно были злыми в глазах добра. Как же так? Вы действительно Бог? Да, именно так. Вы ставите себя выше всех остальных, не так ли? Братан, это Божий даст. Это что, зло? Братан, это сам Бог. Это в буквальном смысле слово воплощение зла. А у вас вообще есть какое-нибудь образование? Вы понимаете, что то, что вы говорите, что вы Бог, противоречит Богу? Я бы на вашем месте не согласился с этим. О, чувак, мы говорим о третьем пришествии Христа. Прямо перед вами в буквальном смысле слова антихрист. Сейчас же приступайте к делу. Это безумие, это просто безумие. Я вижу, что у моего парня все в порядке с головой, мой парень. У вас все получилось. Подождите, подождите. Мне очень жаль. На вас надета вся эта модная одежда изи. Подождите-ка, подождите-ка. Я начинаю. Теперь все это обретает какой-то смысл. В этом есть какой-то смысл. Теперь все это обретает смысл. Хорошо, хорошо. Теперь я все понимаю. Все в порядке. Все в порядке. Продолжайте, пожалуйста. Вот и все. Я ничего такого не хотел сказать. Нет, нет. Он ничего такого не говорил. Теперь я все понимаю. Все в порядке. Что вы хотите сказать Софии на это? Честно говоря, я уже и забыла об этом. Хорошо. Позвольте мне просто задать вам вопрос о вашей работе. Но давайте предположим, что прошло уже пару лет, и у вас ничего толком не вышло. У вас в некотором роде плохая репутация. Мне просто немного любопытно, на какую работу вы бы пошли, может быть, лаяли бы на улице как собака, или что бы вас интересовало? На самом деле, все, что я планирую сделать со всем этим, это накопить денег и купить кое-какую недвижимость, поиграть в основном в монополию и помочь своей семье на Филиппинах. Итак, вы говорите, что то, что я делаю, это зло, но то, что я делаю со своими деньгами, принесет много пользы. Вы понимаете, что я имею в виду? Я хочу, я хочу помочь. Как бы то ни было, тем не менее. Вы буквально только что сказали, что вы Бог. Это ни в коем случае не служит оправданием. Ну и как бы вы на это отреагировали? О, что же все-таки происходит? Я просто сошел с ума. Извините, мой щенок сходит с ума. О, я так и думал, что это было похоже на то, что я сделал. Я думал, что это было похоже на маленького ребенка или что-то в этом роде. Я был похож на него. Так что позвольте мне спросить вас вот о чем. Хорошо, позвольте мне вмешаться вот сюда. Да. Позвольте мне выступить в роли адвоката-дьявола. Хорошо. Хорошо, хорошо. Итак, вы хотите сказать, что понимаете, что я имею в виду? Наша работа — это совсем не то, на чем вы могли бы основываться. Вы знаете, я определенно очень злой человек, и просто не хочу вас перебивать или что-то в этом роде. Но я хотел бы сказать, знайте, если мы посмотрим на это с философской точки зрения, мы действительно можем посмотреть на людей и посмотреть на данные из очень надежных источников, таких как колледжи Карнеги Меллан. Мы действительно изучили и показали, что, знаете ли, подавляющее большинство людей, пользующихся только фанатами, будут считаться злыми с большинства точек зрения. И дело не только в этом, но и в том, что у них очень сильно помутилось в голове. Продолжайте. Расскажите мне подробнее. Расскажите мне об этом поподробнее. Вы правы. Сегодня у меня действительно есть с собой конкретный пример. Я как бы заучил его наизусть, но мы можем посмотреть на очень популярного человека Биби Нитаньяхо, которого на самом деле считают гением его друзья, его семья, его враги. А затем он действительно заявил, что после того, как он начал пользоваться услугами Анлифанс, я просто хочу представить это в перспективе. Это был человек, который действительно учился в Оксфорде и получил степень магистра на поле для гольфа. Это просто гениальная идея. И еще этот парень заявил, что после того, как он воспользовался только фанатами, его дети бросили его, а собака убежала. Вся его жизнь просто начала сходить с ума. Он начал покупать хлопья не той марки и все такое прочее. Все пошло прахом сразу же после того, как появились только фанаты. И вы знаете, статистика докажет, что это определенно порочная практика. Точка ха — это диссонанс. Сейчас мы соберем здесь некоторых из вас, чтобы еще раз задать несколько вопросов. Вы понимаете, что я имею в виду? Он уже готов приступить к приготовлению пищи. Он сказал, что на этот раз пришел готовить сам. Так что садитесь туда, и мы положим туда кого-нибудь из вас. Окей, круто. Так что у вас есть какие-нибудь опровержения? Что бы вы сказали? Что вы чувствуете, когда занимаетесь пикантными вещами, или вы чувствуете себя злым, когда вы это делаете? Нет, я вовсе не чувствую себя злой, потому что знаю, что деньги, которые я получу от этого, пойдут на пользу. Я знаю, что хочу творить добро с помощью тех денег, которые я зарабатываю. Я хочу помочь своей семье на Филиппинах, которая в настоящее время живет в нищете. Я хочу иметь возможность путешествовать и делиться с вами своей любовью. В этом-то все и дело. Успех — это не то, что вы носите, дизайнер. Все это дерьмо и машина, на которой вы ездите. Успех — это когда вы меняете жизнь окружающих вас людей. Вот это и есть настоящий успех. И именно это я и хочу сделать со своими злыми деньгами. Так что чисто гипотетически, позвольте мне поставить пьесу «Адвокат дьявола», потому что вы знаете, что вы просто потрясающие. И у меня такое чувство, что вы понимаете, что я имею в виду? Вот дерьмо, я чемпион. И я чувствую, что вы просто потрясающие. Все в порядке. Но в таком случае, если бы Супермен захотел спасти ребенка, падающего с неба, но ему пришлось бы пройти через 30 человек, чтобы сделать это. Оправдано ли это? Я отчасти понимаю, о чем вы говорите, потому что вы правы, потому что он все еще говорит, что это зло, что бы вы ни делали. Можно сказать, что я интернет-мошенник. Как будто я мог бы обманывать, но вы знаете людей, живущих в бедности, но тогда я мог бы пожертвовать эти деньги. Вы понимаете, что я имею в виду, но это похоже на то, что я честный человек. Но две ошибки еще не делают нас правыми. Вот именно так и есть. Две ошибки еще не делают нас правыми. Так что я действительно начинаю понимать, что он пытается сказать. Это действительно так. Я с этим согласна. Но! Позвольте мне спросить вас вот о чем. Позвольте мне. Позвольте мне спросить вас вот о чем, Броуди. Вам придется нелегко. Идите вперед и покажите свой чемпионский пояс. Продолжайте, продолжайте. Так что теперь вот вам мой пояс. И знаете, это действительно означает, что я являюсь чемпионом мира. Вот и все. Позвольте мне спросить вас вот о чем. Это настоящий тиран. Потому что вы знаете, он как вы думаете, смогут ли они измениться к лучшему. Правильно. Даже если они не изменятся, вы можете делать все, что захотите. Как они сами сказали, у них есть свобода воли. Я просто думаю, что в основном вы можете не соглашаться на моральном уровне, являются ли направления злом или нет. Но когда я привожу фактические данные и статистику из авторитетных источников, таких как колледж Карнеги Меллан, вы знаете, им действительно нечего сказать, когда я привожу конкретные примеры, такие как Б. Б. Нетаньяху. Его дети бросили его, его жена бросила его, его собака снова убежала. У вас есть баррель пива? Так оно и есть. Да, именно так и есть. Все это происходит бесшумно. Баррель пива. Яху. Яху. Да, баррель пива. Так что позвольте мне все же спросить вас вот о чем. Потому что я задал ему сложный вопрос, который у меня возник. Итак, гипотетически, существует еще одна женщина, не так ли? Ее зовут Моника Левински. Это Билл Носер. Я знаю, что вы, скорее всего, не знаете своего имени. Но у вас такое чувство, что это сделал Билл или что-то в этом роде? Определенно нет. Хорошо, она гоняется за облаками. Я думаю, что она не только гоняется за облаками, но и очень злая. Все в порядке. Все в порядке. Она лгунья. Я бы на ее месте сыграл Монику Левински. Лгунья. Хорошо, хорошо. Все в порядке. Так что общайтесь в чате, поднимите какую-нибудь тему, и мы будем ее обсуждать. Как вы все себя чувствуете на данный момент? Я чувствую себя хорошо. Вы хорошо себя чувствуете? Я уже готов приступить к пикантным блюдам. Я уже готов приступить к пикантным блюдам прямо здесь. Вы готовы приступить к пикантным блюдам? Я готов добавить немного остроты. Дайте мне знать, если оно тоже будет слишком холодным. Я положу его на стол. Я что-то немного нервничаю. Здесь немного холодновато. Я обычно держу его при комнатной температуре. Мне 68 лет. О, о. Все в порядке. Это же морозильная камера. Я панда. Мы остаемся здесь навсегда. Нам тепло. Да. Мой вопрос ко всем будет одним и тем же. А что ваши родители думают о том, чем вы занимаетесь? Это очень хороший вопрос. А как, по мнению ваших родителей, вы занимаетесь? И одобряют ли они это? Совершенно очевидно, что я этим не зарабатываю себе на жизнь. Мне все еще всего 15 лет. Но я думаю, что они находят это очень интересным. Я думаю, что это лучший вопрос для них, если уж на то пошло. Черт возьми. Выражение его лица просто сводит меня с ума. А одобряют ли ваши родители то, чем вы занимаетесь? На самом деле, мои родители действительно одобряют то, чем я занимаюсь. На самом деле, моя мама тоже одобряет это. Она сказала, что до тех пор, пока я зарабатываю деньги и приношу хлеб к себе домой, все в порядке. И я счастлива. Так что да. Да, именно так и есть. А как насчет тебя, братан? Я не собираюсь лгать, братан. Когда я в первый раз сказал своей маме, что я единственный менеджер по работе с братанами, она заплакала. Она плакала передо мной по телефону. Она сказала, я не могу поверить, что ты это делаешь. Позвольте мне спросить вас, позвольте мне спросить вас, какова ваша этническая принадлежность? Вы филиппинец. Почему у вашей мамы такой акцент, как будто она не филиппинка? У вас такой акцент, вот и все. Братан, именно так она и говорила, братан, когда плакала, братан, чувак. Но потом я подписал с ней контракт в качестве своей первой модели. И когда она увидела чек на сумму 100 долларов с нулевым результатом за один месяц, моя мама сказала, хорошо, все в порядке. И она сказала, все в порядке, к черту все это, все в порядке. Именно так и есть. Но, да, примерно так оно и есть. Я работаю менеджером по работе с социальными сетями. Мои родители очень довольны тем, что я сделала за всю свою жизнь. Когда речь заходит о подобных вещах, я говорю только о домашних вещах. Мои родители очень религиозны. Вот почему это как бы застало меня врасплох. Потому что даже мои родители говорят, просто вы не можете. Вы не можете продать что-то и получить от этого прибыль. И это единственное, что делает вас счастливым, потому что счастье за деньги не купишь. И к тому же вы должны по-прежнему придерживаться своих убеждений. Вы не можете продавать свои моральные устои. Вы не можете так поступать. Вы не можете поступать так только потому, что это приносит деньги. И я думаю, что мои родители всегда воспитывали меня именно таким образом. Так что я как бы просто занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я тоже рассуждаю о морали и нравственности. Да, именно так и есть. Я просто делаю то, что делает меня счастливой. И если я собираюсь что-то сделать, то сделаю это как можно лучше, и у меня все получится. Я собираюсь прославить свое имя и превратить его в империю. Независимо от того, чтобы это ни было, до тех пор, пока я получаю удовольствие, занимаясь этим, я чувствую, что мои родители всегда будут счастливы. Вместе со мной они будут счастливы. А что вы будете сожалеть в следующей жизни? Когда будете расплачиваться за все это зло? Я отправляюсь на небеса. Ну вот, что я хотел бы сказать всем, кто говорит, что счастье за деньги не купишь. Послушайте, у меня просто еще не было достаточно денег. Выслушайте меня до конца. Да, только посмотрите на это. Заткнитесь. Послушайте, выслушайте меня до конца. Это временное счастье, временное счастье. Может быть, я не всегда чувствую себя счастливым, но поверьте, счастье можно купить за деньги. Нет, позвольте мне внести ясность. Я так обрадовался, когда купил выключатель, что купил еще один. Позвольте мне внести ясность. Вот еще один пример. И еще одно замечание. И еще одно. И еще одно, и еще одно, и еще одно, и еще одно, и еще одно. Мне нравится этот дом, так что я его купил. Подождите, хорошо, могу я внести ясность? Дайте мне минутку, чтобы внести ясность. Внесите ясность, пожалуйста. Я думаю, что за деньги можно временно купить счастье до тех пор, пока вы поступаете правильно ради этих денег. До тех пор, пока вы счастливы, зарабатываете деньги. И вы не делаете ничего такого, потому что вынуждены зарабатывать эти деньги, которые покупают вам счастье. О, большое вам спасибо, ваше лицо. Но никто не хочет этого делать. Да, именно так и есть. Именно об этом я и говорю. Вам нужно, по крайней мере, по-прежнему придерживаться своих моральных устоев и, знаете ли, своих убеждений. Позвольте мне, подождите, я сейчас достану сигарету. Вам не нравится моральный устой. Вот дерьмо, вот дерьмо. Вам сейчас достанется совсем немного. Хорошо, всего один второй балл. Хорошо, хорошо. Вы должны пойти на это, пойти на это. Мне действительно есть, что добавить к этой истории с деньгами за счет несчастья. Потому что лично я считаю, что есть несколько сомнительных вещей, которые вы могли бы сделать за деньги, чтобы сделать вас счастливыми. Я скажу, что это самое малое, что я могу сказать. Но что касается меня лично, то я не думаю, что за деньги можно напрямую купить счастье. Я думаю, что это избавляет вас от печали, которую приносит вам разорение. Я думаю именно так, потому что если бы у меня были деньги, то бывали бы дни, когда я мог бы грустить по поводу другого дерьма. Бывают дни, когда я мог бы грустить по этому поводу. Но я этого не знаю. Черт возьми, у меня испачканы ботинки. Черт возьми, моя девушка провала со мной. Но если у меня есть деньги, если я на мели и моя девушка остается со мной, я такой, черт возьми. Все в порядке. Я на мели и у меня нет девушки. Но если у меня есть деньги и моя девушка бросает меня, я думаю, черт возьми, моя девушка бросила меня. Мне очень жаль. Я сейчас отскочу от него подальше. Я верю, что вы должны быть в состоянии быть счастливыми, разоренными или богатыми. Я думаю, что это песня Джей Коула «Люблю тебя». Если вы, ребята, не знаете этой песни, вам стоит пойти и послушать ее. Но вы должны быть в состоянии быть счастливыми. Как будто деньги не должны определять буквальный печатный лист бумаги со знаком доллара. Как будто они не должны определять, счастливы вы или нет, есть у вас девушка или нет, одиноки вы или бедны. Именно так вы и могли бы сказать. Нет, это так и есть. Просто так. Да, но только не это. Я сам такое есть. Я испытываю неподдельное счастье. Я просто счастлива. Бог — это единственное счастье лично для меня. Так же, как и то, что я верю в Бога. Это не так. Я чувствую запах. Но все же это касается меня. Все же это касается меня. Как будто вы не можете наслаждаться одними и теми же вещами без денег. Вы не можете наслаждаться одними и теми же вещами без денег. Вы ни за что не смогли бы наслаждаться таким же качеством жизни без денег. Вы знаете, как я уже говорил, когда я был маленьким ребенком, мне нужно было заклеить скотчем полы в моем доме, чтобы туда не забрались насекомые. Как будто я не был счастлив в детстве. Все в порядке. Но потом я все понимаю. Я могу с вами согласиться. Подождите, 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 подождите. Я занимаю первое место. Самое главное, запишите это на пленку. Я. Вы их остановили? Братан, чувак. Братан, запись их не остановила, братан. Они пролезли сквозь пленку. Но я должен был это сделать. Это было похоже на столкновение плановых стен. Братан. Нет, нет, это я. Послушайте меня внимательно. Запись на пленку не прекращалась. Видите ли, братан, у него есть кое-какие привилегии в качестве таракана. Они были дисциплинированы и дисциплинированы. У нас тут тараканы, братан. Им было на это наплевать, чувак. Мы включили им свет. Они спрашивают, какой еще нигер. Вы все поняли. У вас все получилось. Позвольте мне выключить их обратно, потому что вы не можете идти. Вы понимаете, что я имею в виду? Но все же да. И я думаю, я просто думаю, что да. Вы могли бы обрести счастье с деньгами или без них. Я просто хочу сказать, что вы не сможете обрести такое же количество счастья, как раньше. Вы понимаете, что я имею в виду? Я все понимаю. Да, именно так и есть. Примерно так и есть. Вы просто не можете. Вы не можете обрести такое же количество счастья, как сейчас. Как будто я мог бы играть в эту игру. Но ведь вы можете обрести счастье и сами. Я так думаю. Вы просто не можете обрести такое же количество счастья, как сейчас. Как будто у вас нет такого же качества жизни, как у вас. Нет, я думаю, что вы абсолютно точно сможете это сделать. Я искренне считаю, что это приносит вам счастье, когда вы рождаетесь в бедности. И по сути дела, я даже не имею в виду проекты на Филиппинах, это удручает. Нет, все совсем по-другому. На это тяжело смотреть. Выключайте свой свет в любое время, когда они этого захотят. Именно так и есть. И наблюдая за тем, как члены вашей семьи вокруг вас, похоже, не имеют еды на этот день и вынуждены что-то придумывать, я чувствую, что это действительно приносит счастье. Это приносит мне счастье, потому что я могу поделиться им с вами. Именно это и делает меня счастливой. Вы понимаете, о чем я говорю. Именно поэтому вы должны перестать поддерживать эти странные отношения с пожарным. Из Лос-Анджелеса. Я совсем обессилена. Через пару месяцев мы переезжаем в другое место. София, давайте вместе переедем в Лос-Анджелес. Не могли бы мы сменить тему разговора? Это мы с вами. Мы уже давно говорим о денежном счастье. Я же говорил вам, что мы переехали сюда всего через пару месяцев. Держу пари, что вы будете говорить поменьше. У меня есть панда. Подождите, подождите. Мы вас не слышим. Теперь вы все меня слышите. Банда, 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 банда. Да, вы все меня слышите. Все в порядке. Так что слушайте. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Вот так я и добрался сюда. С точностью до минуты и часа. С точностью до минуты и часа, братан. Так скажите же мне, дайте мне одно полное предложение, не так ли? Скажите, что вы думаете о девушках на Твиче в сообществе любителей горячих ванн. Скажите мне, что вы думаете о создателях эльфов. Мне нужно нечто большее, чем просто зло. Скажите мне, что вы думаете о судьбе. Расскажите мне о своей неделе. Но скажите мне, расскажите мне об этом, потому что вы чемпион мира. Мы должны вас выслушать. Конечно же. Только посмотрите на это. Да. Очень вкусно. Вы правы. Так что просто для того, чтобы уйти с дороги судьбы... Вы знаете, я действительно спорил с ним. И вы знаете, что в конце он действительно плохо отзывался о себе. Потому что понял, как сильно его избили в дебатах. Ему стало стыдно за самого себя. Вот дерьмо, вот дерьмо. Он действительно сказал, что я пытался назвать законы. Он никак не мог их придумать. Он ничего не произносил по буквам. И вы знаете, он определенно не обладал достаточными знаниями или чем-то в этом роде. Я думаю, что люди должны перестать следить за ним в поисках знаний. Может быть, вы начнете искать другие источники информации. А какой у вас был еще один вопрос? Что вы думаете о таких вещах, как Твич и сообщество любителей горячих ванн? А что вам нужно сделать, чтобы залезть в горячую ванну? Вы понимаете, что я имею в виду? Да. А что нужно сделать, чтобы заставить вас потусоваться? У вас есть горячая ванна? Вы совершенно правы. Очевидно, что моя позиция такова, что до сих пор я достаточно четко выражал ее. Но я определенно считаю, что это явное зло, которое необходимо искоренить из этого мира. Я действительно хотел бы спросить вас, ребята. Считаете ли вы, что правительству необходимо установить какие-либо строгие правила относительно того, сколько люди могут взимать за подписку Анлифан, чтобы это было справедливо для всех? Подождите, а что именно? Это какое-то ограничение. Подписка на подписку. Да нет. Вы совершенно правы. Если вы в это не верите, то, по-моему, это звучит не очень честно. Я хотел бы спросить вас, ребята, не считаете ли вы, что нам следует ввести какие-либо ограничения на то, сколько денег должно стоить приобретение таких препаратов, как инсулин? Должно быть введено ограничение на то, сколько это стоит. Считаете ли вы, что нам это необходимо? Я не могу в это поверить. У меня есть деньги. Это того стоило. Я должен это сделать. Нет, вам не нужны только фанаты, чтобы жить. Вам нужно, чтобы некоторые люди нуждались в инсулине, чтобы жить. Если вам нужны только фанаты, чтобы жить, вам нужно жить. Я пытаюсь провести сравнение. Я просто хочу сказать... Они совсем не похожи друг на друга. Вот и все. Они ни с чем не сравнимы. Я и не пытаюсь сравнивать. Именно с ними. Мне нужно вас выслушать. Вот к чему я обращаюсь. Так что подождите, подождите, подождите. Вы говорите, снимайте шапку. Снимайте шапку — это единственное описание фанатов. А как бы вы это сделали? Как бы вы поступили, чтобы это сделать? Совершенно верно. Очевидно, что если бы у меня был полный контроль над ситуацией, я бы просто полностью запретил использовать только фанатов. Но с точки зрения реалистичной ситуации, когда мы не можем просто запретить только фанатам, я думаю, нам нужно наложить на это ограничение. Потому что, опять же, если мы посмотрим на надежные источники данных, такие как университет Карнеги-Меллана, на самом деле неоднократно цитировалось, что только фанаты — это главная причина депрессии бездомных. У меня депрессия. У бездомных людей наблюдается депрессия, вызванная депрессией. Ведущая роль принадлежит компании «Анлифанс». Именно у бездомных людей наблюдается депрессия. Бездомные люди таковыми и являются. Они пребывают в депрессии. У меня тяжелая депрессия из-за того, что я общаюсь только с фанатами. А как же это сделать? Как же так? Как же это делается? Как же так? Вы правы, потому что они могут себе это позволить. И вы знаете, что это приводит к большой печали в сообществе бездомных и бездомных. Но ведь это именно так и есть. Это вовсе не так. У меня есть к вам кое-что. Я хочу вас кое о чем расспросить. Что вы хотите на это сказать? Мое личное убеждение заключается в том, что я в некотором роде придерживаюсь нигилистических взглядов. Я действительно так считаю. Вы попадете в ад. Я попаду в ад? Да, вы нигилист. Вы будете гореть в аду. Вы попадете прямо в ад? Я так не думаю, но все же. Познакомьтесь, это Джон. Итак, Матан, познакомьтесь со своим будущим. Познакомьтесь с одним из моих лучших друзей. Его зовут Джон Зирка. Джон, познакомьтесь с самим собой в молодости. Его зовут Матан. Все, что он говорит, говорит о том, что этот парень попал в точку. Этот ребенок — самый взрослый из всех присутствующих в комнате. Остальные — просто маленькие гребаные дети. Им нужно прислушаться к парню в синем. Эти ребята — сущие младенцы. Прислушайтесь к этому парню. Перед вами зрелый парень. Он настоящий мужчина. Совершенно верно. Не перебивайте меня, братан. Вы слышали, что он сказал? А что вы сказали насчет того, чтобы говорить только о фанатах? Мне это чертовски нравится. Именно так и есть. Я думаю, что нам нужно взглянуть на Unlefans с точки зрения. Вы знаете, нам нужно запретить это. А если не запретить, то ввести множество юридических ограничений. Чтобы свести к минимуму количество депрессии, которое происходит в сообществе бездомных из-за Unlefans. А все же, что вы подразумеваете под общиной бездомных? Именно об этом я и говорю. А как это повлияло на сообщество бездомных? Правильно, таким образом, с помощью надежных источников, таких как Университет Карнеги-Меллана, было доказано, что ведущим фактором номер один является настоящий колледж. Вы можете посмотреть это, если хотите. Так оно и есть. Это кокосовая дыня. Это Университет Карнеги-Меллана. У вас есть кокосовая дыня? У нас нет кокосовой дыни. Это Университет кокосовой дыни. Мне очень жаль, но... Я знаю, что вы еще молоды. Вы еще совсем ребенок. Вот почему я так думаю. Мне нравится та уверенность, с которой он придерживается своих убеждений. Тем не менее, мне нравится эта уверенность. Нет. Он пытается сказать, что депрессию распространяют только фанаты. Он пытается сказать, что вы, леди, отправитесь в ад за своих единственных поклонников. На самом деле, я очень, очень религиозна. Вы, дамы, будете гореть в аду. Приходите в себя и приходите в себя. Это всего лишь деньги. Мне нравится то, на что подписываются эти ребята. Мне интересно, подписаны ли вы на канал только фанаты. Да. О, да, конечно, конечно. У меня есть чат с шестью-пятью джеками и кучей денег. Подпишитесь на канал OnlyFans. Да, в этом есть смысл. Я пытаюсь спасти вашу душу, а вы смеетесь надо мной. Я пытаюсь спасти вашу душу. Дамы и господа. У меня к вам есть один вопрос. У меня есть к вам один вопрос. Если вы будете внимательно наблюдать за происходящим. Стреляйте в упор. Я люблю вас, и Иисус любит вас. Продолжайте в том же духе. Нет. У меня просто есть к вам один вопрос. Верите ли вы в то, что люди, которые смотрят кукурузу, тоже попадают в ад? На сто процентов у них вырождается душа. Я думаю, что все уже ушли. Да тогда все отправятся в ад. Чат, чат, чат. Это определенно ненормально. Это определенно ненормально. Вы общаетесь с подписчиками лично или вы их просто боитесь? Чат. Сколько из вас, присутствующих здесь, наблюдали за кукурузой? Будьте честны со мной. Будьте честны со мной. Я испытываю глубокое разочарование. Он заставляет всех принять решение за себя. Никто не хочет, чтобы с ним общались. Общайтесь с гребанными неудачниками, которые толстеют. Черт возьми, брат панда. Ты говоришь о таком чате именно так, братан. Поговорите с представителями такого сообщества, как это. Я не хочу больше смотреть на кукурузу. Они хотят быть пандами, они хотят быть пандами. Он только что сказал, что чат это мой брат. Нет. Ничего себе, ничего себе. Панда хочет согрешить. Он встречает это лично, и у него это получается. А? План Б, план Б. Я наблюдаю за всем, что угодно. Приходите. Вот так. Двигайтесь дальше, двигайтесь. Я начинаю. Привет. Привет, братан. Он вот-вот прольет слишком много воды. Как же мне удалось поймать рыбу? А вот это что такое? Это вовсе не имитирует грехопадение. Он идет до конца. Он хочет согрешить. Вы не должны валять дурака, валяя дурака. Эй, братан, он идет до конца, блять, до конца. Вот как вы это делаете. Я наблюдаю за всеми этими вещами. Братан, если ты собираешься грешить, если ты собираешься грешить, то можешь идти до конца, чувак. Йоу, во-первых, спасибо тебе за эти уколы, братан. Спасибо тебе за них. Ну ладно, возвращаясь к прошлому, так что я пытался связаться с тобой. Итак, Джон Зерка, между прочим, это один из моих лучших друзей. Я думаю, что этот парень действительно прав. Я думаю, что у него все получилось. Я думаю, что у него есть какой-то мужчина. Да, вы сказали, что он был таким. Он был таким, он был таким и так далее. Возьмите еще один счет и посмотрите. Просто познакомьте меня с ним. У нас есть награды за игру. Так вот, он отправился на церемонию вручения наград за игру. Он сказал, что я хотел бы выдвинуть свою кандидатуру. Вот что я хочу сказать. Я сказал, что хотел бы выдвинуть кандидатуру на премию «Игра года» моему ортодоксальному раввину-реформатору Биллу Клинтону. О, вау! И что же они сказали? Они хлопали в ладоши? Их арестовали. Его самого арестовали? Нет, это сделал он. Да, братан, парень, получивший награду за игру, написал в своем твиттере, что его арестовали. А почему именно так? Вас арестовали за то, что вы разоблачили его? Правильно. Они были очень рассержены, потому что я думаю, что люди, которые хотят скрыть правду, хотят скрыть правду. И вот теперь я сижу здесь и пытаюсь переубедить многих людей. Нам будет трудно переубедить нас, потому что, знаете ли, сейчас у них есть деньги, но через сто лет они будут кричать от радости. Какую награду вы получили? Я не буду называть, сколько лет прошло с тех пор. Я чемпион мира. Хорошо. Ребята, только посмотрите на это. Среагируйте на это, Джон. Эй, подождите, подождите. Я обязательно среагирую на это. У меня есть ссылка на канал связи. Идите вперед и посмотрите. Мы смотрим ваш стрим, смотрим стрим, и да, продолжайте. Я хочу увидеть вашу реакцию в прямом эфире. У вас у всех есть тако? Да, я думаю, что прямо сейчас съем свои тако. Я просто не знаю своего отца. Так, что же случилось с вашими человеческими качествами? Это была не его команда, братан. Он подошел к нам сам. Это была команда Elden Ring. Это была не его команда. Он хотел заполучить ее сам. Он сказал, что сказал об этом лично мне, и вызвал Хасана на драку, но Хасан никак не отреагировал. Хасан не может с ним справиться. Верно, ты знаешь, сынок, по какой-то причине он пытается убежать от меня. Хочет, чтобы ты знал продолжать говорить. Вы же не хотите, вы же не хотите по-настоящему драться с ним. Это будет похоже на жестокое обращение с животными. Право же, я не хочу, чтобы мне причиняли боль, как психически больной собаки или что-то в этом роде. Но я бы с удовольствием это сделал. Я бы с удовольствием поговорил с ним. И вы знаете, я слышал, что он живет в Лос-Анджелесе. Так что, надеюсь, я скоро поеду к нему домой, нравится ему это или нет. Йоу, заходите. Играем в GTA и в GTA и в GTA и в GTA и в GTA. Играем в GTA, не так ли? Заходите. Играем в GTA. Да, поехали. Поехали. Да, будьте осторожны, потому что это похоже на то, как Сэм прячет энергию, которая скрывается под хуем. Нет-нет, я просто шучу. Я бы, конечно, не стал появляться у него дома без его разрешения, но я просто хочу сказать вот что. Я надеюсь, что он обратится ко мне за помощью. Я бы с удовольствием поговорил с ним лично. Я думаю, что это было бы очень интересное интервью. Вы находитесь в этой стране? Да. Вы там живете? Да. Итак, каковы же ваши дальнейшие планы на будущее? Да, так что очевидно, в последнее время я давал много интервью. Но вы знаете, что в будущем у меня запланировано много важных дел, знаете ли, политических и многих других, которые мы увидим в будущем. Хорошо, расскажите нам по-быстрому о вашей политической позиции. На самом деле я не являюсь ни демократом, ни республиканцем. Я как бы просто состою в партии. Я как бы просто примирился с этим на месте. И это моя главная цель. Но что вы думаете по поводу Трампа? Нет, я не слишком беспокоюсь о Трампе. Я чувствую, что главная проблема, о которой никто не говорит, заключается в том, что нам нужно упразднить Сенат, упразднить Палату представителей, отменить максимальный срок полномочий президента на два срока, избавиться от всего подобного и просто привить кому-то огромный объем знаний. Как знаете Биллу? Биллу Биллу уже была своя пробежка. Разве он не опередил Монику по скорости? Подождите, подождите. Можно мне немного перекусить? Но я думаю, что он идеальный человек для того, чтобы помочь нам управлять миром в одиночку. Именно он будет принимать все законы и все решения. А затем, надеюсь, и мы вместе с ним. Сколько вам лет? У меня такое чувство, будто вы столкнулись с Биллом на каком-то острове. Вы ведь молодой парень, не так ли? Мне 15 лет. Вам 15 лет. Где вы познакомились с Биллом Клинтоном? Вы знаете, я никогда не встречался с ним лично, но просто исходя из того, что я знаю о Билле, я думаю, совершенно очевидно, что такие люди, как этот, не стали бы зарабатывать миллионы долларов только на чистом зле каждый год. Билл был настоящим человеком, который управлял всем миром. Это очень интересно. Ничего себе. Все в порядке. Это довольно круто. А как насчет Хиллари? На самом деле меня не очень-то волнует, что в основном это касается только Билла. Что вы думаете о женщинах по этому поводу? На самом деле я хотел бы перейти к этому вопросу до того, как кто-нибудь попытается назвать меня сексистом за то, что я спорил с кучкой злых людей. На самом деле я не могу быть сексистом. Я вырос в семье с одной собакой. Так что я думаю, что это как бы сводит все это на нет. У вас есть собака-одиночка? Я не женат, не женат. Я не женат. Это собака. Все в порядке. Вы выросли в одинокой семье. И что же именно? Он сказал, что не женат. У вас есть собака? Я буквально чувствую себя так, как будто это так и есть. А именно так. У нас одна единственная собака. Да, я знаю такие семьи, в которых разводят убийцы, не так ли? Вы же знаете, что так оно и есть. Так оно и есть. Это семьи с одним родителем. У меня нет родителей-одиночек, я вырос с обоими моими родителями. Для меня было просто невероятно тяжело вырасти с одной только собакой. Это была одна из них. У меня была одна единственная собака. Все в порядке. Это была собака женского пола. Я не уверен, что вы знаете. Я смотрел на это совсем не так. А вы ходите в школу? Как вам это помогает? Да, я действительно хожу в школу, да. А что вы изучаете? Прямо сейчас в школе я действительно пытаюсь стать учителем. Похожим на того, кем я хочу видеть Билла во главе правительства. Я думаю, что там должен быть один действительно большой класс. И я должен преподавать в нем. Хорошо, хорошо, хорошо. А с кем у вас возникли проблемы на Твич? Например, с каким стримером? Нет, очевидно, с сыном. Я хотел бы поговорить с Босхом. Я немного поговорю с ним. Ему нужно перезвонить мне до того, как я разозлюсь, а дальше посмотрим. Вы поговорите с судьбой сами. София, передайте мне куда-нибудь Сандру. Это Сандра. Я не встречался с ним лично. Я спорил с ним. И вы знаете, что к концу разговора он был очень недоволен сложившейся ситуацией. Я не только уничтожил его в ходе дебатов, но и, знаете ли, вы могли видеть страх в его глазах. Да, он примерно такого же роста, как и он сам. О чем шла речь? Мы говорили о подпольных правительствах, которые фактически управляют миром. Я рассказывал ему о таких законах, как закон об осколочных деньгах, а ему просто нечего было сказать. Он сам не знал, что это такое. Я думаю, что он просто не из тех, кто обладает какой-либо информацией по какой-либо теме в мире. Вы правы, совершенно правы. А знаете ли вы что-нибудь о масонах? Я разбираюсь в самых разных вещах. Хорошо, так что вам следует знать, что панда — брат масон. Какого хрена? После этого я все проясню. Какого хрена вы делаете? Джон, во что вы меня втягиваете? А кольцо у вас в комнате? Йоу! У него есть рука подписчика, он покинул церковь и стал масоном. А как насчет дам? Дамы, почему бы вам не представиться друг другу? За нами наблюдает целая куча людей. Мне 28 лет. Привет, меня зовут Талия. Привет, Талия, что вы делаете? Здравствуйте, я общаюсь только с братанами. Здравствуйте, Кареши. Привет, братан. Здесь только друзья-приятели. Уходите, уходите. К черту все это. Что именно? Неужели вы отправитесь в ад, Наталья? Я не думаю, что это так и есть. Хорошо, вы действительно религиозны. Здесь не так уж много интересного. А чего же вы хотите от жизни, Талия? Чего же я хочу от жизни? Я хочу быть счастливой. Я хочу быть счастливой. А есть ли счастье только в братанах? Да, определенно так оно и есть. Это делает вас счастливым? Да, именно так и есть. Я не хотел бы вас перебивать или что-то в этом роде, но я думаю, что это продлится очень недолго. Общайтесь только с демонами. Счастье длится очень недолго, пока не пройдет меньше 100 лет, и тогда они уже не будут очень счастливы. О, о. В самом деле, все в порядке, все в порядке. Это намного меньше, чем нужно. 100 долларов США. Нет, сэр, мне интересно, закончили ли вы работу? Школу. Нет, я этого не делала. Да, хорошо, я тоже бросил учебу. А вы не поступали ни в какой колледж? Нет, нет. Хорошо, добро пожаловать, Талия, на это шоу. А теперь скажите, кто сидит рядом с вами. Представьтесь, пожалуйста. Йоу, как дела? Меня зовут Родео. Я являюсь единственным менеджером демонов. Вы сутенер. О, буржа мой. Я действительно хожу в школу. Я учусь в университете Дипола. Я в некотором роде ненавижу эту школу. Там полно либералов, но... Вы зарабатываете много денег, занимаясь этим менеджментом. Только за последний месяц я заработал на ней, Талия, 100 долларов с нулевым доходом. Сколько же вы зарабатываете на ней для себя? Не отвечайте на этот вопрос. Это конфиденциальная информация. Не отвечайте на этот вопрос, пожалуйста. Это конфиденциальная информация. Эй, Эй, Панда, вы действительно подходите для этого по-настоящему. Вы закончили школу. Я только что поступил на первый курс колледжа. Все в порядке. Да, вы чертовски молодо выглядите. Вы действительно похожи на А. Вот как он выглядит на самом деле. Вы могли бы хорошо выглядеть. Да, я довольно молод. Я довольно молод. Я учусь в старшей школе. Я учусь в школе. Нет, да, нет, я симпатичный. Я довольно молод. Но да, я получил стипендию в своем университете. Вот и все. О, так вы умный парень. Я азиат, но довольно хорошо разбираюсь в математике. Вы азиат? Ни хрена себе нет. Вы просто ужасны. Чувак. Эй, эй, нет. Прошлой ночи у меня действительно плохо получалось в математике. Это случилось вчера вечером. Он вел себя просто ужасно, чувак. Но я довольно хорошо разбираюсь в математике. Я не признавала, что он был плохим человеком. Хорошо, я плохо разбирался в математике. А кто такие евреи по происхождению? А кто такие люди? Вы правы, Панда. Он сам в этом признался. Вы меня не понимаете. Братан, вы меня не понимаете. Эй, этот человек пытается отменить мое выступление прямо сейчас. Я еще не готов к этому. Хорошо, кто же следующий? Как вас звали? Как вас зовут? Его или меня? Вот он, этот самый мужчина. Вот он где? Меня зовут Родео. Родео, Родео. Хорошо, приступайте к Родео. Приятно с вами познакомиться. А кто сидит рядом с вами? Привет, я Мия. Я профессиональная танцовщица, влиятельный человек и менеджер по социальным сетям. Внесите ясность в суть танцев. О да, я профессиональная танцовщица, насколько это возможно в данной отрасли. Например, я снимаю музыкальные клипы и все такое прочее. Она вовсе не экзотическая танцовщица. Я такая есть. Это совсем не похоже на... Это настоящая пытка. Нет, я была в Твиттере, малышка. Я была в Твиттере. Я танцевала с Джаной Джексон. Меня показывали как будто по телевизору. Я занимаюсь диснеевским шоу и еще кучей всякой всячины в этом роде. А вы тоже занимаетесь веб-дизайном? Нет, я этого не знаю. А почему бы и нет? Лично для меня это просто не то, чем я когда-либо хотела бы заниматься сама. Я не вижу в этом ничего плохого. Это просто не то, чем мне хотелось бы заниматься. Я даже не знаю, чем бы мне хотелось заниматься. А вы бы позволили своим детям сделать это сами? Неужели я позволю своим детям делать это? Честно говоря, я действительно не возражаю против того, кто бы это ни делал до тех пор, пока они делают это по правильным причинам и не теряют рассудка. Я так думаю. Так что если ваш ребенок сказал, что я поступаю так по правильным причинам, значит я поступаю правильно. Подождите, могу я. Подождите, могу я кое-что уточнить? Вы пытаетесь сбить себя с толку. О, я знаю, я знаю. Вашему ребенку исполнилось 18 лет, он находится в ванне. Да, именно так и есть. Именно так и есть. Если мой ребенок будет в состоянии это сделать. Вы идете с сундуком в руках. Это Джей. Хотя, когда вы подписываетесь на канал «Только ласты», вы на самом деле не получаете «От только корешей, только корешей». На самом деле вы не получите ничего подобного «Вот увидите, вот увидите». Не то, чтобы это было не очень хорошо. Так и поступайте. Вы подписываетесь на это. На что вы подписываетесь? Подписан ли я на что-нибудь из них? Да. Братан, когда я был еще до того, как у меня появился Элвис, братан. Да, я был подписан на него и раньше. Да. Еще до того, как я стал менеджером. У вас есть девушка? Да, она у меня есть. Очень мило с вашей стороны. Хорошо. А вы, ребята, настроены открыто, как и все остальные или нет? У вас открытые отношения? Да. Нет, мы просто понимаем, где находимся. А что она думает о вашей работе? Или это слишком личное для вас? Это совсем не похоже на братана. В этом нет ничего личного. Что я должен сделать, чтобы обеспечить вас как мужчина, как человек, который скоро станет полноценным взрослым человеком, как будто именно я должен быть тем, кто обеспечивает вас. Так вот, от того, как я, как и многие мои друзья, поступил подобным образом, мой лучший друг делал за деньги гораздо более ужасные вещи. Мне пришлось наблюдать за тем, как он падал. И вы знаете, я выбрал именно это. Я действительно хорошо разбираюсь в создании контента, особенно с помощью ТикТок. До этого я был кем-то вроде влиятельного человека, но у меня просто очень хорошо получалось взрывать людей. И, к счастью, хотя и недостаточно удачливо, благодаря упорной работе я научился статистически взрывать модели, и я взорвал ее, и я взорвал ее. А какие у вас ракурсы и освещение? Нет, я симпатичный. Я довольно забавный парень. Чувак, они смеются надо мной. Они говорят, что я не умею фотографировать, но я просто такой. Он этого не делает. Я часто разыгрываю вместе с ними сценки. Он просто ужасен. Я хотел бы сказать, что я очень-очень забавный человек, когда дело доходит до этого. Эй, это же дорогое удовольствие. Вам нравятся несексуальные сценки, не так ли? Да. Ну что же. Хорошо. Так вот, например, кукурузные заставки. Кукурузные заставки так похожи на съеживание и все такое прочее. О, я почти догнал вас. Да, вы не смотрите это видео. Конечно же, я вас догнал. Я пришел сюда из-за вашего образа жизни. Я такой и есть. Мне 28 лет. Да, да, да. Да. Это просто пародия, чувак. Прямо как те пародии от первого лица на канале ТикТок. На самом деле я не слежу за тенденциями моды. У меня такое чувство, что вы взрываетесь и падаете с ног. Как и мне, мне нравится творить. Мне нравится создавать людей с прочными личностями. И все, с чем я работаю, это вещи, которые являются последовательными и долговечными. Так что это как раз тот тип людей, которые мне нравятся. Я очень доволен. Хорошо. Вы были большим поклонником ТикТок. У меня было около 330 подписчиков, братан. Куча людей пытались отменить мое приглашение, братан. Они сказали, что я расист за то, что отпускаю азиатские шутки, но я действительно азиат. Так оно и есть. Насколько плохой была эта шутка? Я часто бросал свою собаку в духовку ради ТикТоков. Заходите внутрь. Я играю в GTA. И в GTA тоже. И в GTA, и в GTA, и в GTA, и в GTA. Вау. Так что вам не нужно быть менеджером. У вас есть контент. Чувак, но влиятельные деньги — это совсем не то, что на самом деле. Вы сказали, что для чего у вас есть стипендии. Моя специальность — финансы. Я получил стипендию. Я написал довольно хорошие эссе. Некоторым людям просто нравится быть за кулисами. И в этом нет ничего плохого. Нет, мне нравится быть на виду у всех за кулисами. Именно поэтому я прямо сейчас веду этот подкаст. Что, черт возьми, это значит... Что же это значит? Вот так вот. Что же это значит? О, это появилось словно из ниоткуда. Я не думаю, что это исходит от вашего коллеги по работе. Нет, я этого и не утверждаю. Вы ошибаетесь. Вот и все. А как вы наказываете девочек, когда они плохо себя ведут? А когда они плохо себя ведут? Да. Это совсем не то, почему я скучаю. На самом деле мне этого не хочется. Они обычно хорошо выполняют свою работу. Талия иногда может быть просто невыносимой болью. Но... Да, именно так и есть. Это действительно так. Чувак, братан, она сама соберет вещи и упакует их. Она сама упакует свои собственные наряды, которые ей не нравятся. И она будет винить в этом меня. Она скажет, что именно из-за меня она плохо выглядит в этом наряде. Так вот, почему она так одета? Да. И именно я упаковал этот наряд. И она буквально перед тем, как я пришел сюда, сказала мне, вы упаковали самые ужасные наряды. Почему у нее такой голос, как у Микки Мауса? Она упаковывает самые ужасные наряды. Вау-вау. Вам когда-нибудь бывает неловко, когда ваша девушка настраивается и видит вас в окружении девушек Олафа и все такое прочее? А не кажется ли ей это когда-нибудь странным? Если это и так, то мне на самом деле все равно. Она должна это понять. Вот и все. Все в порядке. Братан, она должна это понять. Она должна это понять. Она должна понять, что если она хочет вести определенный образ жизни, она должна уважать то, что я делаю. А за что она должна уважать меня за то, что я работаю под началом того, с кем она хочет работать? Кто-то спрашивает, почему пандемия продолжается, чувак? Пошел ты нахуй, чувак. Это твое гребанное дело, сука. При всем моем уважении. Все в порядке, круто. Мы перейдем к следующему человеку. Вот и вы, пожалуйста. Здравствуйте. Привет, а чем вы занимаетесь? Я хочу сказать вам то же самое. Я занимаюсь созданием контента только для корешей. Неужели это такие большие деньги? К тому же я тоже занимаюсь стримером. Я занимаюсь стримингом и оказываю влияние на людей. Это приносит хорошие деньги. Тем не менее, я должен это сделать. Постарайтесь перестраховаться. Я здесь. Я действительно так думаю. Я так не думаю. Мне очень трудно не ладить с людьми. А исповедуете ли вы какую-нибудь религию? Да, я христианка. Я христианка. Я родилась в религиозной среде. Я верю в Бога Небесного. И, честно говоря, я не согласна с тем, что он говорит со всем уважением. Я не думаю, что попаду в ад. У меня все хорошо. Я хочу делать добро со своими деньгами. Вы понимаете, что я имею в виду. Но ваш менеджер, безусловно, прав. Мы можем добиться хороших результатов с помощью наших услуг. Что бы вы сказали на это? Как будто она может быть и не права, но вы точно уверены в этом? Нет. В чем я уверен совершенно точно? Вы едете в Лос-Анджелес или нет? Привет. Ребята, мне придется взять букву L, потому что я возьму то, что нужно. Я не хочу показаться грубым или что-то в этом роде. По-моему, вы сказали парню, что вас зовут Родео. Я думаю, что это ложь. Я думаю, что это, скорее всего, что-то связанное с сатаной-дьяволом. Вы знаете, я действительно не понимаю, как вы можете оспаривать тот факт, что вы не собираетесь расплачиваться за свои грехи. Когда на самом деле, если вы христианин, особенно набожный православный христианин, вы знаете многое из того, что вы делаете, вы знаете. То, что вы делаете, определенно противоречит религиозным стандартам. Подождите, вы хотите сказать, что я бы этого не сделал. Я же не говорил, что не собираюсь этого делать. Я же не говорил, что я этого не говорил. Я просто хочу сказать, что вы будете кричать. Я так и сделаю. Вы не хотите, чтобы вас обругали? Нет, но мне кажется, что я весь горю. О, я горю от горения. Да, потому что вы понимаете, что я имею в виду. Я имею в виду именно это. Джон. Это совсем не то, что я думаю, но... Джон, да. Когда вы смотрите в зеркало, неужели это вы были таким, когда вам было 15 лет? Спасибо вам большое. Да, да, да. Он очень сильно напоминает мне меня самого, за исключением того, что он гораздо более успешен, как этот парень. Он присутствует везде и всюду. Он собирается стать звездой. Если только вы не испортите их вот этим. Эти демоны — настоящие демоны. Как вы думаете? Эй, чувак, я же не демон. Я вовсе не демон. Вы что, думаете, что я демон? Вы что, думаете, что я сам дьявол? Ну что же, хорошо. Я имею в виду примерно то же самое. На самом деле нет. Я и вправду полный отстой. Вот и все. Раньше я так и делал. Я происходил из неблагополучной семьи и чувствовал себя демоном, занимаясь такого рода работой, как уличные драки, дегенеративные штучки и тому подобное, а также пьянство. Вам так не кажется? А вы, ребята, вообще верите в демонов или нет? Верю ли я в демонов? Я бы сказал, что действительно верю в это. Я бы сказал, да, я действительно верю в демонов. Но у меня такое чувство, что я видел, братан, как люди вокруг меня поступали намного хуже. И я не пытаюсь использовать это в качестве оправдания тому, что я делаю, но просто в какой-то момент вы как бы теряете чувствительность ко многим вещам. Джон, вы ведь издеваетесь надо мной, не так ли? Я ведь такой же, как ваш брат, не так ли? Да. Давайте, сделайте мне модельера прямо сейчас и побыстрее. Я хочу, мне нужно кое-что сделать. У вас еще нет модельера? Я эльф. Друг мой. Вы пытаетесь бороться с моими врагами, и у вас нет мод. Я знаю факты наизусть. Я просто хочу сделать что-нибудь очень быстро. Продолжайте в том же духе. Привет. Бен, это правда, что вы дали пощечину Данкелю? Я не давал пощечину Данкелю. У нас есть воздушный ящик, и вы понимаете, что я имею в виду. Да, вы уже это сделали. Я знаю, я просто собираюсь сказать. Поехали. Бам-бам. Я забыл, как зовут этого парня. Бам-бам. А кто это я? В синей куртке. 15-летний мальчик. Мэтт. Мэтт. Откуда вы родом? Я родом из Лос-Анджелеса. Но вы знаете, что я еще и еврей. Я израильтянин. Вы действительно израильтянин. Да, вы знаете, что я действительно пару лет ходил в Ешиву по программе «Собака Равина». Хорошо. Он действительно ходил в синагогу вместе с Айденом Россом. Вы правы. В чем же заключается грех? Это синагога. Вместе с Айденом Россом. Эйден, сколько последователей у этого проекта наберется? Их больше, чем у меня. Я думаю, что здесь, на сайте ТикТок, у вас есть подписчики. Эй, братан, ты сказал, что все они отправятся в ад, но ты сделал с ними ТикТок. О, так значит, ты поддерживаешь их и тоже кричишь на них. И к тому же ты следовал моим моделям. И к тому же ты следовал моим моделям, братан. О, я только что получил доказательства и этого тоже. Я просмотрел все их страницы. Я подумал, а кто этот чувак, который следит за ними? Доказательства прямо здесь. А кто за кем следит? Матан следит за моими моделями OnlyFans. О, ему 15 лет. Ему нельзя смотреть на это в 15 лет. Да, вам даже нельзя заходить на канал ТикТок. Скажите ему об этом прямо сейчас. Вы совершенно правы. Так что вы знаете, что я хотел сказать, так это то, что вы можете посмотреть на это. Просто следуйте им до того, как мы сделаем это. На самом деле я и не подозревал, что они были настоящими злыми демонами. Братан, с помощью этого ты сделал ТикТок. В буквальном смысле этого слова. Вы вместе со всеми следили за ними. Не может быть, чтобы вы не видели эту большую задницу, самую большую. Я этого не видел. Конечно же, Линк, братан. Я там не был. У него есть менеджер. У него есть менеджер, который делает это за него. Право же, я не смотрел на себя со стороны. Хочет ли мой менеджер принять в этом участие? Я сняла это видео вместе с ними вместе. Вы правы. Но я не знал, чем вы зарабатываете себе на жизнь. Если вы хотите стать моим менеджером, то можете им стать. Нет, вы определенно правы. Но так оно и было на самом деле. У него в буквальном смысле слова есть футболка с надписью «Порнозвезда». В буквальном смысле этого слова. На видео у него есть футболка с надписью «Кукурузная звезда». Но с какой стати мне на это смотреть? Я вот о чем думаю. Нет, братан, нет. Братан. Так оно и есть. Он всем мешает. Он всех останавливает. Чувак, ты ни за что не можешь этого не видеть. Ну же, давайте же. Давайте же. Повзрослейте. У вас есть волосы. Давайте же. Я определенно люблю вас. Определенно люблю. Вот видите. Вот оно что. Это капер. И вот еще что. Братан, что же это за комментарии такие? Вы сейчас играете в игру. А что, например, происходит, когда вы возвращаетесь домой? А что же это такое? У вас ко мне вопрос? Да. Правильно, на самом деле я не играю ни в какие видеоигры. Возможно, я скоро начну заниматься стримингом. Но вы же знаете, что прямо сейчас я обычно просто занят. Подождите, а как у вас обстоят дела с игровыми наградами? Я купил билет. О, вы только что подошли туда пешком. Точно так и есть. А как вам это удалось, например, как это произошло? Мне было интересно, как вы встали на ноги. Вот и все. Вы вернулись назад. Как вам удалось встать? Вот и все. Я купил билет, а потом отправился на съемочную площадку в другое место. Я просто планировал это сделать вот уже пару лет, может быть лет 8 или 9. Вот и все. Вы здесь. Примерно так. Подождите, вы же никто. Вы просто подошли туда и заговорили в микрофон. Вы совершенно правы. Совершенно правы. Все в порядке. Да, благословит вас Бог. Я так и думал, что вы кто-то особенный. Я думал, что вы как будто получили какую-то награду. Нет, вы знаете, я не должен был там присутствовать. На самом деле меня арестовали после этого. Но вы знаете, я думаю, что главное это просто отреагировать на что-то. Но вы знаете, настроенное на дьявола, сказанное ранее. Я действительно не знал, чем они занимались до этого момента. Я до сих пор не совсем уверен в том, что вам известно. Но что бы это ни было, я никогда об этом не слышал. Вы никогда об этом не слышали? Вы никогда об этом не слышали? У вас есть электронная почта. Мы как раз говорили об этом в университете. Подождите, подождите. Нет, нет. Мне очень жаль, мне очень жаль. Пожалуйста, напишите мне по электронной почте. У меня к вам есть один короткий вопрос. Таким образом, вы еще никогда не слышали о том, что такое только кореша. Вы все это время только об этом и говорили. Сделайте так, чтобы в этом был какой-то смысл. Вы совершенно правы. Так что единственное, о чем я говорил, это статистические данные. Потому что я действительно получил их прямо на месте. Эй, братан, братан, а вот и ты. Прямо сейчас происходит так много всего интересного. Привет, братан, но все же я не собираюсь лгать. Это видео выглядит как-то немного подозрительно, братан. У тебя такое светлокожее лицо, а потом за тобой следят девушки, братан. Вот это выглядит немного по-сюсюкански, братан. Если бы вы знали, чем они занимаются, вы бы знали, что они делают. Хорошо. Эй, не могли бы вы удалить это видео? Не могли бы вы удалить это видео теперь, когда вы знаете об этом? Нет. О, так вы все еще поддерживаете их? Вы хотите, чтобы они кричали об этом? Я благодарен вам за то, что вы привлекли ко мне больше внимания. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Все в порядке. Вы правы. Спасибо, что посмотрели это видео. Как вы все к этому относитесь? Принимаете ли вы пенифрин? У вас есть и пимпсы? Я к таковым не отношусь. Я не являюсь членом ЕР. Или что-то в этом роде. Вы ведь не являетесь членом ЕР. Меня обвинили в том, что я являюсь депутатом Европарламента. Да, иногда мне предлагали сделать такое предложение, как будто вы можете заработать так много денег, что вам даже не обязательно сниматься в видео. Но я не знаю точно. В этом есть какая-то демоническая энергия. Разве это оскорбительно? Это определенно так. Что я такой? У вас ведь был миллион различных вариантов, не так ли? У вас ведь есть деньги. У меня был... У меня был миллион долларов. У меня был миллион долларов. Да, так оно и было. И нет, так оно и есть. Я до сих пор так думаю. Но... Почему вы додумались до этого первого числа? Посмотрите на мою финансовую стипендию. Я не знаю. Почему бы вам не попробовать заняться другими вещами, а затем оставить это на крайний случай? Я не могу сказать многого о том, что происходит на самом деле. Но я уже много чего сделал. Давайте просто скажем так. И это, безусловно, самое безопасное для меня занятие. Вот это и есть самое лучшее. Так будет лучше всего для меня. Я хочу сказать, что не надо наводить на себя прицел. Да. Да, именно так и есть. Да, в буквальном смысле этого слова. Да, это самое лучшее предложение на свете. Честно говоря, да, это все, что я должен сказать на самом деле, прежде чем я сам пристрелю его. Но да, термин «эпимп» означает «эпимп». И мне кажется, что это не так. Я думаю, что просто в каком-то смысле это не так. Я не хочу сказать, что это неуважительно. Я просто не согласна с этим. Потому что быть похожей на женщину, даже если я не нахожусь точно на их месте, мне хочется сказать, что у меня есть электронный сутенер. Или сказать, что у этих девушек есть электронные сутенеры. Это просто унизить их и типа, типа, я не знаю. У меня просто такое чувство, что это унижает их достоинства, потому что им кажется, что их не выставляют сутенерами. Они делают то, что им хочется и что им удобно делать. А мы просто помогаем им в этом. Я хочу сказать только одно. Я принимаю ваше предложение. Прошу прощения. Это я. Как бы то ни было, но... И что же он сказал? Он сказал, что вы должны осознать реальность сложившейся ситуации. Я не знаю, потому что это касается только меня. Но это совсем не так. Это для меня. Девочки делают то, что им хочется делать. Девочек никто ни к чему не принуждает. Братан, мне и раньше приходилось иметь дело с настоящими сутенерами. И вот это выглядит так, словно ты накачиваешь себя наркотиками и заставляешь девушек нравиться тебе. Да, я не могу этого сказать. Но это похоже на то... Нет. Да. Такое ощущение, что вы совершаете какие-то плохие поступки, чтобы заставить этих девочек сделать это. Но что касается меня, то я просто помогаю девочкам, которые уже делают это. Так оно и есть. Они уже делают это. Менеджер. Это их выбор. Я поступаю именно так. Это их выбор. Я из руководства компании. Я являюсь членом моей команды по общению в чате и присоединяюсь к ней. Извините, но управление бизнесом это совсем другое дело, чем сутенерство. Так что я буду дежурить по очереди. Это будет очень мило с вашей стороны. Я буду дежурить по очереди. Вот и все. Подождите, а в чем же разница между менеджером и сутенером? Фанда, что я могу сказать в прямом эфире? Братан? Нет, у меня есть что сказать по этому поводу. Я, пожалуй, начну. Я так и сделаю. Попробуйте вот так. В чем разница между менеджером и хорошим-хорошим человеком? Хорошо, 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 хорошо. В чем разница между ними? Потому что я видел, я видел разницу в реальной жизни. В Чикаго и других городах есть много таких же, как в реальной жизни. Подождите, 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 подождите. Подождите-ка. Давайте подождите-ка, подождите-ка. Прежде чем мы уйдем, давайте посмотрим определение понятия сутенер. Сутенер. Контролируйте проституток и подбирайте клиентов так, чтобы они были симпатичными парнями, если он скажет, что кто-то сказал, что он сутенерил на стороне. Вы правы. Подождите, 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 подождите. Потому что, как сказали бы многие люди, Илон Маск — сутенер, а твиттер — это его уголок. Не хотели бы вы сказать, не могли бы вы сказать, «Эй, этот кусочек только для корешей, мой уголок». Если вы хотите прокатиться на этом аттракционе, это мой уголок, это мой уголок. Платите, поднимайтесь. Вы чувствуете себя так же? Что вы подразумеваете под углом? Я не знаком с этим понятием. Так вот, у сутенеров обычно есть свой угол. А у вас есть какой-нибудь конкретный уголок? Я стою в углу, как торгуют с наркотиками. О, да-да. Как будто вы подходите на свою роль. Вы являетесь частью этого района. Я верю, что это и есть ваша часть этого района. Да. Ну что же. Вообще-то, если честно, в моей части этого района в основном работает TikTok. Я знаю, как им управлять. Я знаю, как его запустить. Я могу сделать вирусным любого человека за один день. Так что я очень уверен в том, что смогу сделать вирусным любого человека за один день. В первый день, когда она познакомилась со мной, мы набрали 16 миллионов просмотров. В первый день, когда я купил билет, у меня набралось более миллиона просмотров. Все мои школьные друзья, все они стали вирусными благодаря мне, закончили школу с такими же, буквально со всеми моими лучшими друзьями. Мы смогли стать вирусными вместе. У нас у всех даже был момент, когда я некоторое время находился в доме контента, но для меня я просто использую свое определение. Потому что определение книги для меня похоже на то, что я видел в реальной жизни. Подождите, Эй Панда, я мог бы спросить, а что я могу сказать в прямом эфире? Я не хочу заполучить вашу группу. Вы можете сказать это в реальной жизни. Я говорил о своем прошлом так, что вы можете говорить о нем так, как оно есть. Так оно и есть. Все в порядке. Да, так вот, так вот. Да, я уже встречался с настоящими сутенерами в реальной жизни, чувак. Мне нравятся эти люди. Мне нравятся. Они такие же. Я поскользнулся. Возвращайтесь назад. Да, да, вы выглядите точь в точь, как братан. Я почти уверен, что вы понимаете, что я сейчас скажу. Я не хочу говорить об этом в прямом эфире, но по сути, вот так они оба уже поступали раньше. Я просто помогаю им масштабировать свой бизнес. И это выглядит примерно так же. Я все понимаю, но если я играю роль адвоката дьявола, то, черт возьми, я играю роль адвоката дьявола. Многие из этих девушек уже кончают свои киски до того, как придет сутенер. А сутенер говорит им, позвольте мне просто убедиться, что вы в безопасности. Позвольте мне убедиться, что вы все делаете правильно. Позвольте мне познакомить вас со своим другом. Да, и они работают на рынке. Это именно то, что нужно. Вы понимаете, что я имею в виду? Но я не из тех, кто собирается заниматься чем-то подобным на настоящей улице. А почему бы и нет? А что, если дамы просто соберутся вместе и скажут, избавьтесь от посредников? Если они скажут, избавьтесь от посредников, они проиграют, они потеряют все мои услуги. Они потеряют всю мою команду по общению в чате. Они потеряют меня. Они потеряют весь свой маркетинг. Они потеряют все свои возможности. Но у них все еще есть. У них все еще есть своя собственная платформа. У них все еще есть своя собственная платформа и все такое прочее. Но я строю, я строю все их социальные сети. Средства массовой информации. Вы помогаете им бесплатно. Потому что зачем мне тратить на это свое время? Я обращаюсь к вам за помощью. Я люблю этих женщин. Хочу заботиться о них и верить в них. Сделайте это ради них самих. Я свободен. Время — это деньги, а не деньги. Именно так оно и есть, именно так. Время — это деньги. И вдобавок ко всему, если эти двое... Если эти двое хотят поступить примерно так, как я думаю, панда, вы сказали мне вот что. Вы хотите получить 100% ничего или 10% чего-то. Я хочу изложить вам факты. Это хороший ответ на ваш вопрос, шеф полиции. Да, это и есть Майк. Майк? Да. А какая из этих дам вам больше всего нравится без того, чтобы к ней приставать? А какая из них мне больше всего нравится? Да. Выберите одну из них. В каком смысле она вам нравится больше всего? Потому что так оно и есть. С кем можно провести время? С кем вам больше всего нравится проводить время? Это Талия. А черт возьми. Но с кем же вам больше всего нравится? С кем вам больше всего нравится работать? С кем вам больше всего нравится работать? София, с кем вам больше всего нравится работать? Безусловно, София. Я ваш любимый человек. Талия делает все возможное, чтобы быть лучше из лучших. А что же такого делает Талия, что она становится лучше из лучших? Я так и не ответил на этот вопрос. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Но мне, безусловно, больше всего нравится работать с Софией. София, она просто выполняет все свои работы в срок. Я получил предложение от компании Netflix. Почему бы и нет? Это самый лучший вариант. Я связался со своим менеджером. Я получил предложение от компании Netflix и Hulu. О, подключите меня к этому делу, братан. Отпустите меня отсюда, я поеду с вами в Израиль. Мы отправимся туда вместе. Мы отправимся к стене плача. Да, может быть, я познакомлю вас со Христом. Вы были спасены, молодой человек. На самом деле, я сам не являюсь христианином. Я ортодоксальный еврей, так что я не большой поклонник христианства, но... Братан, почему вы бросили в меня эти шляпы? Почему вы тогда бросили в меня эти шляпы? Они не предназначены ни для христиан, ни для евреев. О, но почему на вас надеты вещи Канье, чувак? Вы же сказали, что вы еврей. Хорошо. Вот именно поэтому я и пришла сюда. О, 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 о. Все в порядке. Ну что же, это потому, что он получил диплом об окончании школы? Может быть, это потому, что он все-таки получил диплом об окончании школы? Подождите, повторите это еще раз. Я обожаю музыку Канье, я обожаю ее. Совершенно очевидно, что мне не нравится то, что он сказал о евреях или о чем-то еще в этом роде. Я определенно осуждаю это, но... Братан, вы назвали нас демонами, а потом подарили нам еврейские шапочки, братан. Вы, ребята, просто огромные демоны. Так почему же вы подарили нам? Почему вы принесли нам в подарок еврейские шапочки? Правильно, потому что я пришел сюда не с тем знанием, что мне придется иметь дело с кучей демонов. Братан, после того, как вы вызвали демона, у вас появился еврейский акцент. Это и есть тот самый демон. Мне, честно говоря, не нравится ваш фальшивый акцент. Мне очень жаль, мне больно от этого. Меня это бесит. Он самый настоящий, а не фальшивый. У меня очень сильный акцент. Это все для галочки, для галочки. Все это очень, очень реально. Буквально по мере того, как мы представляемся, мы говорим очень и очень по-английски. Я все это время находился рядом с вами. Мне бы очень хотелось увидеть какие-либо доказательства того, что этого не было. Я думаю, что они просто выдумывают это на месте. Они говорят, что у вас криптографический акцент. А что именно? Они говорят, что это не ваш настоящий акцент, молодой человек. Да, братан, у меня есть видеозапись. У меня есть видеодоказательства, братан. Давайте посмотрим. Да, давайте так и сделаем. Да, именно так. Йоу, панда, вы обожаете Канье Уэста. Это делает вас особенным человеком. Значит, вы нацист. Какой у вас вопрос? Какой у вас вопрос? Панда обожает Канье Уэста, так что он явно совершенно очевидно, что он нацист. Вау, братан. Я признаю себя виновным в совершении пятого преступления. Он этого не сделает. Я бы не стал этого делать. Я признаю себя виновным в совершении пятого преступления. Я не буду оказывать давление. Я бы не стал давить на самого себя. Я вас внимательно слушаю. От него не осталось и следа. У меня такое чувство, что вы можете надеть свою одежду и слушать его музыку без нее. Нет, мы этого не делаем. Мы не носим Adidas. Это мой дом. Я знаю. Да, никакого Adidas у нас нет. Adidas — это L. Но это дом фирмы Nike. Но послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Это дом фирмы Nike. Мы собираемся заявить ходатайство 5-го числа. Слушал ли я сегодня утром Канье Уэста? Мы собираемся заявить ходатайство 5-го числа. Мне все еще нравятся его ритмы. Мы собираемся заявить ходатайство 5-го числа. Согласен ли я с его посланиями? Нет, нет. Вау, вау. Вау. Подождите-ка, подождите-ка. О, вау. Я говорила не об этих вещах, а об этих вещах. Я имела в виду примерно следующее. Что вы на это скажете? Нет, нет. Речь идет о наших взаимоотношениях. Adidas, ну же высуньте голову наружу. Вот эта новая одежда с нарукавной повязкой. Она выпускается компанией Nike. Вы сказали, без бренда? Это новая одежда с нарукавной повязкой от компании Nike. А что именно? Вот как она выглядит. У него новая линия одежды от компании Nike с нарукавными повязками. А как же красные нарукавные повязки? О, я понимаю, о чем вы говорите. О, нацистское дерьмо. Нет, 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 нет. Во-первых, во-первых, помните, что я чернокожий. Нацисты нас тоже недолюбливали, не так ли? Им это не нравится. Да, они не издеваются над нами. Так что послушайте. Нет, нет. Я просто хочу сказать. Так что вы знаете, кем, по-моему, прямо сейчас является Канья. Я думаю, что Канья похож на живое воплощение дяди Рукуса из захолусти. О, боже мой. Это дядя Рукус. Это дядя Рукус. Я вам не доверяю, не доверяйте ему. Это он. Так, где же вы нашли этих людей? А где я их нахожу? Ариана, я редактор сайта ТикТок. Привет, кстати. Он загрузил клип с тетей на Ютьюб, но я велел ему удалить его. Я и не знал, что он это сделал. Так что я приношу свои извинения. Но... Этот клип разрушил мою жизнь. Привет. У меня к вам такой вопрос. Подождите, а у вас была вечеринка, которую вы устраивали с Майком? Я не думаю, что буду устраивать ее вместе с ним. Я думаю, что он собирается быть в Техасе или что-то в этом роде. Да, Майк, да. Майк пригласил нас вчера вечером и сказал, что собирается в Техас. Да, он собирается в Техас. Я думаю, что он сейчас в Техасе. Но к Новому году я снова участвую в проекте П. Так что это дерьмо будет просто потрясающим. Черт возьми, так что, по сути дела, вы хотите сказать, что Родео должно состояться на Новый год. Вот вам и факты. Да, и с моделями тоже. С моделями тоже, братан. Окей, хорошо, хорошо. Однако в прошлый раз, когда у нас был проект П, кто-то занимался какими-то отвратительными сатанинскими вещами. О нет, мы не можем допустить этого. У нас не может быть этого проекта П. Нет. Помните, как я произнес, у вас дома слово на букву Н. Чувак, я так и сделал. Вы были там, мы стоим на улице. У вас это было? Я так и сделаю. Вы должны удалить это сообщение. Я так и сделал. Я сказал. Он огляделся по сторонам и сказал, хорошо, никаких камер. Но ведь вы же едете во Флориду, не так ли? Я же говорил вам, что купил яхту. Она у нас есть. Давайте, черт возьми, сделаем это. Итак, что же теперь будем делать с этим 15-летним парнем? Как будто у него есть канал на YouTube или что-то в этом роде. Он собирается начать стримить на Twitch. Я собираюсь, я верю, что это хороший фильм. Это молодой Джон Братан. Так что я должен вложить в них деньги. Я думаю, я думаю, я думаю. Я и не знал, что вы можете просто купить билет в магазине WorldPlace, но я почти уверен, что это я подошел туда, чтобы взять микрофон. Нет, братан, нет. Какого хрена вы тут делаете? Вы там. Мы на церемонии вручения премии в области киберспорта. У них было объявлено в розыск, на котором было написано «Будьте начеку в поисках этого парня». На нем не было кепки. Да. У них был объявлен розыск за его задницу. У него есть все необходимое для этого. Он подшутил над судьбой. У него приятная внешность. У него есть дух, и в нем нет ничего сатанинского. Определенно, вы знаете, я думаю, что главное в том, что я распространяю много правды, и это в некотором роде неоспоримо. Знаете, по большей части я разговаривал с ними каждый раз, когда я, знаете ли, предоставлял реальную информацию. Вы знаете, они как бы просто начинайте громко кричать и издавайте кучу шума. Это действительно малыш. У вас есть все необходимое для того, чтобы стать настоящей звездой. А что это такое? Что это такое? Хуцпа. Я совсем забыл. Это что-то вроде еврейского термина, не так ли? Я думаю, что это что-то в этом роде. Вы говорите на каких-нибудь других языках? Нет, я просто говорю по-английски. Так почему же тогда у вас такой акцент? Я занимаюсь его разработкой вот уже около двух недель. Братан, у меня настоящий доморощенный акцент. У вас какой-то доморощенный акцент. У меня был самодельный акцент. Хорошо, и дамы, дамы, не хотели бы вы, ребята, поучаствовать в подкасте, который мы с пандой ведем? Да, именно так и есть. Именно так и есть. Я бы с удовольствием это сделала. Она будет часто бывать рядом с нами? Очень часто, очень часто. А у вас, девочки, есть веб-камеры? Конечно же. Я пытаюсь протянуть вам руку помощи. У нас есть веб-камеры, микрофоны, а потом мы задаем такие жесткие вопросы, как этот. Определенно вашему менеджеру следует прийти в себя, так как он не боится этих вопросов. Эй, я не боюсь никаких вопросов такого рода, чувак. Ну же, давайте позовем его. Хорошо, вот в чем вопрос. Сколько процентов вы снимаете с этих дам? Не отвечайте на этот вопрос. Это не тот вопрос, который нужно задавать. Эй, дело совсем не в этом. Привет, братан. Братан, ты пытаешься натравить на меня змеи, чувак. Вы пытаетесь заставить людей воровать мои модели. Ну же, давай же, чувак. Эй, братан, братан, ты же разбираешься в этом деле. Почему вы пытаетесь сбить меня с толку, чувак? Ну же, давайте же. Я понятия не имею, почему я так жестко обращаюсь с вами. Я уверен, что мы поладим друг с другом. Братан, я уверен, что у меня все получится. Я уверен в этом. Кони, подождите, 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 подождите. Кони сказала, что я хочу знать. Мне нужно отвезти вас вниз. Подождите. Братан, ну же, чувак. Не обижайте, не обижайте брата, чувак. «Неужели, Кони? Подождите, Кони, вы присоединяйтесь только к врагам». Потому что я не собираюсь лгать, когда говорю, что «Кони, Кони — это стример». Я видел парней, которые буквально спрашивали, «Братан, какого хрена ты до сих пор не завел только корешей?» «Я устал от вашего дерьма». Как и они. Они физически злятся на эту девушку за то, что у нее нет только корешей, братан. У нее даже нет галочки в списке друзей. Нет, Кони. Да, она братан. Братан, она самая умная на свете. Вы действительно полюбите ее, Джон. Она самая умная на свете. Она одна из самых умных девушек на этой платформе. Так что вы хотите знать, как у нее дела? Нет-нет, никакой шапочки. Я хотел бы получить значок ее партнера. Она такая умная. Я так давно хотел взять у нее интервью. Послушайте, она была внутри, когда пришла первая горячая ванна, как в категории. Она была в горячей ванне и сказала, «Эй, если вы все не будете токсичными в течение 10 минут, я залезу в горячую ванну». Братан, скажите мне, почему эта девушка ни разу не залезла в гребаную горячую ванну? Она никогда не принимала участие в потоке горячей ванны, но мы должны оставаться в этой категории, потому что у нее на микрофоне было бикини, в котором говорилось, «Я надену его, если вы все не будете токсичными в течение 10 минут». Я, блядь, так и не попал внутрь. Но так оно и есть у всех. У нее было 300, 400, 500 зрителей, которые ждали, что она попадет внутрь. А потом она просто превратилась в индустрию. Может быть, она и не водолазка. Может быть, ей это не нравится. Нет, она гребаный гений, братан. У нее никогда не было гребаной горячей ванны, но она относилась к этой категории людей, братан. Она просто гребаный гений. И это действительно гениально. Как будто она на самом деле никогда туда не заходила. Но все же. Это она. Она никогда, никогда, никогда не надевала бикини. Она никогда не делала ничего из этого. О, о, вау. Вау. Она получила свой значок о помиловании. Прекратите так поступать и начинайте играть во все, что ей, черт возьми, захочется. Она достаточно умна для этого. Ты очень умный парень, братан. Ты очень умный человек. Ты очень умный. Ты просто суперумный. Вы сказали, что у нее нет менеджера. Я в этом костюме. Эта девушка в этом костюме. Как ее зовут? О, Талия. Это Талия. Это Талия. Талия, вы у нас самая любимая девушка на свете. Нет, я не собираюсь этого делать. Почему вы выдыхаете воздух, Талия? Талия, приготовьтесь к самому сложному вопросу, который вам когда-либо зададут. Все в порядке. А что же является самым трудным для вас? У вас есть вопрос? Подождите, подождите, не так ли? Это ваш менеджер? Вы позвонили своему менеджеру по телефону? Не отвечайте на этот вопрос, пожалуйста. Не отвечайте на этот вопрос. Ответа не будет. Эй, 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 панда. Панда, спасите меня. Спасите меня. Спасите ее, брата. Скажите, что я признаю себя виновным 5-го числа. Я признаю себя виновной в совершении 5-го преступления и хочу вам помочь. Вот и все, поехали. Вот и все, что вы хотели сказать. Отличная работа, отличная работа. Отличная работа. Вы даже не предупреждаете людей перед тем, как позвонить им. Вот что вы хотите сказать. Да, я хочу, чтобы вы поговорили с ним, а не с кем-либо другим. Да, именно так. Ну что же, я не могу пойти. Поговорите с этим ребенком. Поговорите с ним. Поговорите с ним сами. Братан. Все в порядке, все в порядке. Привет, малыш. Так какая же из этих девушек самая милая и добрая? До сих пор я никогда по-настоящему с ними не разговаривал. Определенно та, которая ушла, определенно немного рассержена, потому что я разоблачил то зло, от которого она бежит. Я думаю, что не хочу делать никаких заявлений, которые могут оказаться неправдивыми, но... Я бы на вашем месте не стал этого делать. Разоблачайте ее. На самом деле, она сейчас разговаривает по телефону. Она вернулась. Извините, но у меня был деловой телефонный звонок. Мне очень жаль. Я не удивлюсь, если окажется, что в свободное время она совершает множество сатанинских ритуалов. Еще кое-что. Выключите камеру, пожалуйста. Подойдите и принесите ее мне. Это очень мило с вашей стороны. Переключитесь на другой режим просмотра. И переключитесь на другой режим просмотра. Вообще-то, вы все должны поскорее поменяться местами. Я как раз пересаживаюсь на другое место. Так было бы даже лучше. Давайте и дальше будем думать друг о друге. Здравствуйте. Я ненавижу себя за это. Нет, нет, нет. Дело не в вас. Это я. Я вот что хочу сказать. А что именно вы сказали? И я предполагаю, что мой вопрос заключается в следующем. Как складываются ваши отношения с вашим отцом? Мы с моим отцом лучшие друзья. Мы с мамой лучшие подруги. Да. Ну вот и все. Почему бы вам не позвонить им прямо сейчас? А за что именно? Я признаю себя виновным в совершении пятого преступления. Я признаю себя виновным в совершении пятого преступления. А как вы думаете, почему это произошло? Я даже не знаю, что такое второе число. Подождите. А почему у нее должны быть плохие отношения с родителями? Да, я очень этого хочу. Внесите ясность. Это тот самый человек. Создатель вселенной. Она не единственная моя корешиха в семье. Она не единственная. Она не единственный создатель корешей в семье. И совершенно не важно, работают ли они в мире развлечений или нет. Они так и сделали. Она танцовщица, профессиональная танцовщица. Чувак, я тоже танцовщица. Все в порядке. Все в порядке. Нет. Просто у нее плохая репутация, плохие отношения с родителями. Она мне лжет. Ни хрена себе. Эй, на самом деле у нее действительно ничего нет. Нет, если честно, то нет. Я бы с удовольствием это сделал. В буквальном смысле слова у меня сложились самые лучшие отношения с моими родителями. Вы мне лжете. Вы мне лжете. Я не знаю, в чем дело. С какой стати мне это делать? Что я выиграю от того, что буду лгать вам? Я вас совсем не знаю. Она ставит своих родителей в неловкое положение, как и каждый 15-летний ребенок, если она лжет. Это он и есть. Конечно же, это он и есть. Я уверен на все 100%. На все 100%. На все 100%. Это не так. Она бы позвонила своим родителям прямо сейчас. А как его зовут? Джон, это я. Джон, братан, прежде чем ты спрыгнешь вниз, сэр. Джон, ты веришь в Бога, братан? Ты веришь в Иисуса Христа? Да, 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 да. Все в порядке, братан. А ты веришь в то, что нельзя произносить имя Бога в суде? Да. Да, да, да. Вы не должны этого делать. Братан, этот чувак, братан. Я сейчас разоблачу этого чувака по матану, братан. Перед тем, как вы позвонили по телефону, этот чувак сказал, что он и есть Бог. В буквальном смысле этого слова. Над ним нет никакого Бога, кроме него самого. Ну что же, хорошо. Будучи евреем, я это понимаю. Но все же. Я хочу сказать, что я еврейка. Я тоже еврейка. Я должна это сделать. Объясните мне, сколько у меня времени. Вы должны мне все объяснить, братан. Послушайте, я думаю, что этот парень постоянно пытается разоблачить меня в Диксё. Но безуспешно. И это фальшивка. Он не может вытащить видеозапись. Но у него ничего не получается. У нее хорошие отношения с их родителями. Они не могут позвонить ее родителям. Меня зовут не сатана-дьявол, но он не может вытащить свое удостоверение личности. Этот парень несет полную чушь. Я уже начинаю от этого уставать. По-моему, так оно и есть. Братан, ты буквально выложил видео в ТикТок с моими моделями, братан. Почему бы тебе не удалить его? Вот оно что. Послушайте, мы с вами. Мы их не поддерживаем. Мы говорили об этом примерно 5 минут назад. Мой менеджер снял видеозапись, и на этом все закончилось. Так значит, ваш менеджер поддерживает дьявола? Так значит, ваш менеджер помогает дьяволу, не так ли? Я не совсем уверен в том, что поддерживает мой менеджер. Если он поддерживает дьявола, то это не моя проблема, не так ли? А это мой парень. А это ваш менеджер. Я вовсе не утверждаю, что он этого не делает. Насколько мне известно, он этого не делает. Я просто хочу сказать, что если он поддерживает людей, которые действительно поддерживают дьявола, то это не я. Но это не относится и к тебе, братан. Он представляет интересы именно тебя. Именно это и произошло в случае с делом в Валенсиаге. На самом деле, это даже не они сделали эту рекламу. Это неправда. Послушайте, я не знаю, есть ли у вас в голове какой-то барьер, но с вашей стороны явно имеет место какое-то недопонимание. Теперь я хочу сказать, в чем дело. Я в чем-то прав. Вы ни в чем не правы. Вот у меня вопрос к единственным девушкам-фанаткам. Ребята, верите ли вы, что правящий класс участвует в ритуалах магии крови, подобных ритуалам Валенсиаги? Никаких комментариев не требуется. Никаких комментариев не требуется. Я признаю себя виновной в совершении пятого преступления. Я бы на вашем месте этого не делал. Защитите их тоже. Да-да. Джон. Джон. Я не думаю, что они обязательно хотели их защитить. Я думаю, что у них просто нет на это права. Они ни о чем не имеют никаких знаний. Ля-ля-ля. Люди любят меня. Позвольте мне спросить вас вот о чем, Джон, потому что мы весь день задавали им трудные вопросы. Каково состояние ваших отношений прямо сейчас? Вы не женаты и готовы общаться только с одним поклонником. Потому что я возвращаю их обратно. Да. Вы сейчас найдете мне ту девушку, и я верну ее обратно. Я собираюсь удалить ее из своей жизни. Все ее деньги будут переведены на мой счет, и я стану новым менеджером. Так значит, вы собираетесь жениться на ней первого числа, а затем забрать ее деньги? Потому что мы знаем кое-кого похожего на нее. Я должен крестить их первого числа. Значит, у нас есть только друзья-приятели во имя Христа? Да, я имею в виду, что спастись может любой желающий. Все с этим согласны. Да, именно так и есть. Да, именно так и есть. Любой желающий может быть спасен. Мне это очень нравится. Эти девушки, эти девушки очень печальны, но если они заглянут в мою историю, то увидят, что я был гораздо большим сатанистом, чем эти люди. Вы же знаете. Не смотрите на меня так. Послушайте. Посмотрите на мою прошлую жизнь. Посмотрите на мою прошлую жизнь, и вы все увидите. Это 1% от моей жизни. Привет, Джон. Вы, дама, это 1% от меня. И у вас есть деньги, у вас есть влияние, у вас есть друзья, у вас есть подергивание. Теперь вы можете отпустить это чувство и превратиться в покемона. Привет. Джон, позвольте мне все же спросить вас вот о чем. Вы говорите, что они были спасены, а вы поступили гораздо хуже. Не кажется ли вам, что вы поступили намного хуже? Вы говорите, что поступили намного хуже, так что все по-прежнему в порядке, они все равно будут спасены в будущем. А что, если у вас именно такой склад ума? Например, а что, если я зайду в ГТА, убью кого-нибудь, а потом буду молиться о прощении? Что вы думаете по этому поводу? Вы в значительной степени задаете вопрос, вот о чем вы спрашиваете. Вы спрашиваете, действует ли Бог через людей, а действует ли Бог через Джона прямо сейчас. Почему Джон говорит этим девушкам, чтобы они уволились? Потому что Бог действует через меня прямо сейчас. Так что да, они могут уволиться позже, но вот это похоже на мою руку. Мы обращаемся к вам с просьбой. Вы же не хотите игнорировать эту руку, дамы. Вы не хотите пойти со мной. Вы хотите пойти со мной. Вы хотите уйти от этого человека, который отпускает шутки о том, что он ест собак и он расист. Вы хотите уйти от этого человека и хотите уйти с Богом. Я нахожусь рядом с Богом. Я нахожусь рядом с Богом. Во имя Христа я последую за этим человеком. Все в порядке. Все в порядке, дамы и господа. Вы собираетесь пойти с человеком, который ест собак? Или вы все-таки уйдете? Йоу, не говорите так. Нет, нет, чувак. Братан, братан, это не расизм, братан. Все по-настоящему. Моя мама съела собаку на Филиппинах. Именно это нам и нужно было сделать. Это было в игре ГТА. И в игре ГТА тоже. В игре ГТА. В игре ГТА мы ели собак. Это вовсе не шутка. Хорошо, эти дамы должны обратиться к Богу. Нет, потому что я очень люблю Поги. Поги очень красив. Все в порядке. А как насчет ребенка? 15-летнему парню нравится этот парень, куда он направляется. Скажите, например, почему он довольствуется тем, что делает с людьми. Неужели именно этого хочет его менеджер? Да, именно так и есть, братан. В буквальном смысле этого слова. Вы еще даже недостаточно взрослый для этого. Я просто хотел бы вкратце ответить на этот вопрос. Пару дней назад я был на стриме телеканала НИН. Он отличный парень. Я хотел бы, позвольте мне вернуться и поговорить с ним. Я не знал, что мне придется сидеть и разговаривать с кучкой неграмотных людей, которые не умеют читать, но... Вам буквально 15 лет. Что вы об этом знаете? Вы же умеете читать по-английски. Да, я действительно умею читать. Назовите, пожалуйста, 10 книг. Вы это серьезно говорите? Да, именно так. На 100% я назову 10 книг по названию. Я читала «Игру престолов». Я просто одержима сериалом «Сумерки», похожим на сериал «Сумерки». «Игра престолов». Это тот самый сериал. А как же называется эта книга? Она не называется «Игра престолов». Подождите, а что вы только что сказали перед этим? Она просто пытается придумать какую-то чушь и не может назвать ни одной настоящей книги. О, да заткнись же ты, малыш. Я занимаю свое место на этом посту. А кем же она была на самом деле? Что же она вам сказала? Почему вы занимаете мое место? Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я сказала, что мне очень жаль, если я сказала что-то не то. Я была одержима сериалом «Игра престолов» и начала читать его. Это тот самый человек. Это книга. А не могли бы вы дать мне закончить? Заткнитесь, пожалуйста. Если бы я могла дотронуться до вас. Вот и все. Я никогда не читал ни одной книги, но получил стипендию. Так оно и было. Я трахалась с Джуни Б. Джонс, доктором Сьюзом. Я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, и я тоже. У меня есть голубиные книги. Я специалист по мухам. А что это за 15-летний ребенок? А что вы читаете сами? Я читаю самые разные книги. Я читаю книги в хорошем настроении. Я читаю Тору. Я читаю Библию. Только не это. О чем вы говорите? Он сломался. Он улыбнулся мне. У меня исчезло лицо. Вы совершенно правы. Я читал всю подобную чепуху. Я читаю самые разные книги, в том числе книги по бизнесу, книгу «Очарование в книге», книгу Робека, и еще кучу всякой чепухи, которую я придумываю прямо на месте. Но опять же, все ясно и ясно. А что вы об этом думаете? Как вы думаете, считаете ли вы себя умнее этих девушек? Именно поэтому вы их перебиваете. Я действительно не думаю, что по большей части они заслужили мое уважение тем, что вы сказались, особенно когда у меня есть что-то получше. Мы заслужили ваше уважение, чтобы выступить с речью. Вы совершенно правы. А вы да. Верите, что вы бог, не так ли? На самом деле дело не в этом. Как же вам удается заслужить наше уважение? До сих пор у него не очень хорошо получалось справляться со своей работой. На самом деле мне вовсе не нужно завоевывать ваше уважение. Я не думаю, что это тот момент, когда вы можете это сделать. Мне не нужно этого делать. Мне не нужно завоевывать ваше уважение. Я никогда не говорил, что это сделали вы. Вы просто спрашиваете меня, почему я вас перебиваю. Я говорю вам, что перебиваю вас потому, что вы не заслуживаете моего уважения. А теперь я собираюсь начать вас перебивать. Вам не кажется, что перебивать это неуважительно? Я думаю, что было бы неуважительно, если бы это было направлено против кого-то, кого вы уважаете. Все в порядке, братан. Я уважаю вас. Я уважаю вас. Я мог бы уважать вас, если бы вы ответили на этот вопрос. Я мог бы уважать вас, если бы вы правильно ответили на этот вопрос. Хорошо ли это? О, вот дерьмо. У вас есть только один шанс, хорошо? Прямо сейчас Бог наблюдает за вами. Я действительно не думаю, что вы стали бы устанавливать какие-то правила. Я действительно устанавливаю эти правила. Я действительно устанавливаю эти правила. Бог наблюдает за нами. Сколько всего вы съели в ГТА, сколько добычи съели за последние 10 недель. Это он и есть. Ему 15 лет. Ему 15 лет. О, я совсем забыл. Я совсем забыл. Я в буквальном смысле слова сам дьявол. Я в некотором роде сам дьявол-братан. Я братан, я братан. В чем заключается теорема Пифагора? С тех пор, как вы появились на свет, у нас есть вы сами. Позвольте мне ответить на ваш вопрос прямо сейчас. Да, именно так. Пожалуйста, будьте добры. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, теорема Пифагора. Это математическое уравнение, в котором действительно говорится об этом. А теперь назовите мне точное уравнение. Хорошо, слушайте внимательно. Я знаю, что перебил вас и вас самих. Во-первых, это так. Вот одно предложение. Послушайте, я знаю, что перебил вас, и теперь вы чувствуете, что можете прервать меня. И это прекрасно. Но знаете, обычно вы так не поступаете, особенно когда вы... Просто ответьте на мой вопрос. Это плохой парень. Послушайте, я объясню вам теорему Пифагора. Математическое уравнение, которое на самом деле объясняет все нюансы математики и то, как вы можете сделать так, чтобы у вас было полтора, а у вас 2,4. О, о, вот и все. Все в порядке. То есть именно так оно и есть? Я только что все объяснил. Теорема Пифагора равна в квадрате плюс в в квадрате. Именно об этом я и говорю. Это совсем не так. Это самая простая теорема, которую легче всего запомнить из всей книги. А что такое число Пи? Он знает, что это 3,14 балла. Вы хотите, чтобы я просто назвал эти слова? Послушайте, мне кажется, вы немного отклонились от темы. Не могли бы вы назвать 10 из них? А какие книги вы читаете? Он продолжает читать. Я возвращаюсь к вам еще раз. Я просто так сказал. Не надо, не надо меняться. Нет, нет. Нет, нет, нет. На самом деле вы меняете тему разговора. Уже 10 часов. У меня есть книги. Вы меняете тему разговора на другую. У нас есть три книги. Всего три книги. Целых три книги. Все в порядке. Это сериал «Игра престолов». Это вовсе не книга. Это просто книга. Это действительно целая книга. Это действительно целая книга. Нет, но мне нужно знать название этой книги. Знаете, что я вам скажу? Я прямо сейчас загуглю эту книгу в гугле. Вы хотите мне что-нибудь показать? Это сводит все на нет. Вот в чем суть дела. Это отрицает все сказанное. В чем же суть дела? Да, если вы посмотрите название этой книги, то поймете, что это такое. Что именно? Это я. Я так и думал. Я чуть было не сказал именно это. Нет, он этого не делал. Нет, 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 нет. Позвольте мне показать вам. эту серию. Раз уж вы мне не верите, вы мне не верите. Я вам сейчас покажу. Вы мне не верите. Эта книга называется «Песнь льда и пламени». А теперь, прежде чем вы поставите себя в неловкое положение, загляните в название какой-нибудь книги. Она даже не смогла толком назвать ни одной книги. Она совершенно не умеет читать. Она явно неграмотна. Все в порядке. Хорошо, братан, но я все же никогда даже не заглядывал ни в одну книгу. Так что же я действительно неграмотный. Но дело было не в этом. Я спросил одну из ваших клиенток, не знакомы ли мы с ней. У нас есть клиенты. Так оно и есть. Но я же говорю, я же говорю, что так оно и есть. Она не смогла бы назвать ни одной книге. Обращаюсь ко всем присутствующим. Она сказала, что мне понравилось это шоу. И теперь я знаю, что там есть такая книга. Но она не смогла дать ей название. Дело вот в чем. Вы все еще учитесь в старшей школе, не так ли? Но я так не думаю. Нет. У меня просто есть один вопрос. Вы все еще учитесь в старших классах школы. Да, именно так. Все в порядке. Я просто пошутил. На самом деле я вовсе не одинок. Я не выставляюсь на продажу, но я хочу спросить об этом у этого парня. Вот что я вам скажу. Можете не сомневаться. Я хочу спросить об этом у этого парня. Я хочу спросить этого парня у израильского мальчика. Я люблю вас. Они вовсе не говорят о том, чтобы усыновить вас. Мы любим вас, но мы хотим знать, находятся ли эти девочки на моем уровне. А это вы? Знаете ли, я не так уж много знаю о вас. Но я бы сказал, что вы знаете, что они находятся на одном уровне с землей. Это очень по-библейски звучит, сэр. Вау. Он сказал на одном уровне. Вы сказали на одном уровне, братан. Привет, чувак. Привет, чувак. Я должен, я должен уважать это, чувак. Чувак, у меня есть щит. О боже, какой жаргон. А жаргон прямо сейчас входит в моду панды. Я думаю, что да. Может быть и так, вполне возможно. Дамы и господа, что вы думаете о том, что он сказал? В том, что он сказал, есть что-то пикантное. Я честно признаюсь, что многое из того, что он сказал, я как бы просто выдохнула, выплеснула наружу, потому что многое из того, что он говорит, мне очень нравится. Все это изложено в одной книге. Вы все еще собираетесь это сделать? Конечно же, это так и есть. Вот и все. Эй, 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 у Жаргона есть несколько сильных взглядов на жизнь. У Жаргона есть несколько сильных взглядов на жизнь. Привет. Эй, эй, ребята, ребята, Жаргон вот-вот появится в чате. Угадайте, как угадать, сколько лет этому мужчине. Ну же, давайте же. Угадайте его возраст прямо сейчас. Что касается Джона, вы поверите мне, если я скажу, что это его отец. Никаких уколов не будет. Никаких излишеств, мёртвая задница. Это я. Хочу чёрного, не раскисай, поехали. Братан, они не чёрные. Да, мы не чёрные. Я имею в виду, я филиппинец, не надо этого делать. Спросите своего папу. Да, это мой папа. Братан, этот человек, король печени, братан. Он ест только красное мясо. Этот чувак буквально охотится за всеми своими приёмами пищи и не ест масло. Хорошо, так вот вы, ребята, спрашиваете себя, вы работаете вместе или просто отдыхаете? Мы работали вместе. Мы работали вместе. Угу. А у него тоже всё получается. Тем не менее, он руководит, он руководит влиятельными людьми. Мне действительно нравятся деловые сделки, нравятся бренды и всё такое прочее. А что вы думаете о работе вашего сына? Я бы на вашем месте не стал этого делать. Приготовьтесь к этому. Я бы не стал говорить об этом его маме. Я ведь знаю, не так ли? Что вы сказали? Его мама ничего не знает. Нет, мама ничего не знает. Мама ничего не знает. Она всё знает. Чувак, она действительно разозлилась. Она действительно разозлилась из-за этого. У вас мать филипинка? Чувак, она была мамой филипинкой. Она была филипинкой. Моя мама филипинка. Она была в бешенстве, когда встретилась с моими родителями. Моя мама плакала, когда её впервые нашли. Я ухожу отсюда. Моя мама плакала, обращаясь к моей маме. Моя мама плакала. Я хочу услышать эту историю. Нет, нет. Я имею в виду именно это. Все в порядке. О, о. Нет, нет. Все в порядке. Все в порядке. Братан, так же поступила и моя мама. А как вы общаетесь с женщинами? Неужели мы живем в гребанной 1950-е годы? Привет, братан. Братан, привет. Привет. София, вы не хотите поговорить? Извините. Это здорово, это здорово. Я могу это сделать. Вы должны сами попросить об этом. У вас есть на это разрешение? Нет, нет. Я просто стараюсь проявить уважение к вам. Я просто проявляю уважение и позволяю ему говорить, если он хочет поговорить. Я просто шучу. На моем канале мы не позволяем женщинам высказываться вслух. Хорошо, хорошо. Чувак, так вот, моя мама увидела огромное событие. Хорошо, так вот, я учился в колледже. В то время у меня была проверка средней школы, и однажды моя мама увидела, как поступила большая сумма денег, и она немного испугалась. И я подумал, нет, я не собираюсь делать ничего подобного. И я все ей объяснил, и она заплакала. Но потом. Она всегда плачет. Да. Честно говоря, она всегда плачет. Да, она всегда плачет. Да, если быть честным, то она всегда плачет. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Это было потрясающе. Что вы сказали? Что вы сказали Райзеру Аппу? Например, как вы познакомились? А это она. Вы встали? А теперь вы должны объяснить, что это за банка. Я хотела бы узнать эту историю поближе. Объясните мне, в чем дело. Я знаю, я знаю. Объясните мне, в чем дело. Я не знаю. Я не знаю, есть ли у меня рис или нет, но я просто. Вот так вот. А это вчерашняя старушка. Вот так вот. Это вы. Чувак. Но вы плохой человек. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы самый плохой человек на свете. Знаете что? А ей все-таки досталось что-нибудь из этого. А ей досталось что-нибудь из этого. А к чему это все прилагается? О, о. Подождите, подождите. Именно об этом я и говорю. Подождите. Она знала об этом. А у нее была одна из таких вещей. Я хочу обратиться к вам с просьбой. Да. О, я еще ничего об этом не знаю. Пока еще нет. Все сделано очень тщательно. Работа над этим идет полным ходом. Работа идет полным ходом. Это как раз один из таких проектов, которые находятся в стадии разработки. Да, так в чем же заключался вопрос? А как я познакомился с его мамой? Ну что же хорошо. А как насчет той девочки, которая по ее словам плакала, когда ее мама плакала? Я хочу услышать эту историю. Да. Ну что же хорошо. Да. Я рассказала ей, чем занимаюсь, и тогда она заплакала. Она явно была не согласна с тем, что я делала. И честно говоря, если я буду до конца честна, если вдаваться в подробности, меня выгнали из школы в 18 лет. Вы понимаете, что я имею в виду. Вот и все. Не надо этого делать. Вас вышвырнут вон за этот контент. Нет, нет, нет. Меня выгнали из школы, потому что в то время у меня было много проблем с моим отчимом. И я не соглашалась с тем, что он мне советовал делать. С тем, что он говорил. Со всеми его правилами. Я просто не соглашалась с этим. Это ведь совсем как если бы в вашем доме появился незнакомец, не так ли? Я бы не назвала его незнакомым человеком. Я бы не стала этого делать из уважения к нему, потому что он кормил, одевал, давал крышу над головой мне и моей маме. Так что я испытываю к нему огромное уважение. Но в основном она плакала и перестала плакать, как только я показала ей, сколько денег я зарабатывала. И я начала помогать своей семье на Филиппинах и в Мексике и видеть все хорошее, что я сделала с этими деньгами. Вы понимаете, что я имею в виду? Я думаю, что она согласна с этим. Так что теперь она принимает это, потому что видит, что я хорошо распоряжаюсь деньгами. А не просто трачу их на дизайнерские путешествия и все такое прочее. И вам того же желаю. Вы занимаетесь благотворительностью? Да. Я действительно так думаю. Вообще-то мне нравится заниматься этим в свободное время. Да кого это волнует? А кого волнует благотворительность? Например, кого волнует все это дерьмо? Меня это очень волнует. Меня не волнует благотворительность. Я не забочусь о ней. Это всего лишь уловка. Это мошенничество. Скорее всего, это мошенничество. Благотворительность — это мошенничество. Спросите 15-летнего подростка, жертвует ли он деньги на благотворительность. А вы жертвуете ли деньги на благотворительность? Ни в коем случае нельзя. Но с учетом сказанного, я просто хочу сказать вам кое-что очень быстро. Вы знаете, у меня действительно намечается кое-какая работа. И у меня недостаточно времени. Знаете ли, у меня нет времени выслушивать еще больше этой гидонистической чепухи от этих людей, которые не умеют читать. Они совершенно неграмотны. Их голова совершенно пуста. Так что я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за то, что пригласили меня сегодня на работу. Дружище, я очень ценю вас, мой мальчик. Я не хочу с вами разговаривать, ребята. Мне было действительно приятно с вами познакомиться. Я покончил с этим делом. Этот парень покончил с собой сам. Он узнал все это дерьмо из моего чата. Мы не хотим следить за этим парнем. И послушайте, кстати, зацените мой твич, Матан Эванс. И с учетом сказанного, вы знаете, что этим людям нужно измениться. Они очень злые люди. Единственная проблема в том, что мы любим этого ребенка, но проблема в том, что это христианский канал. Мы не можем отписаться от вас, сэр. Нам нужно обратить вас в свою веру, хорошо? Вам нужно спасти его. Будущее не за горами. Посмотрим, что будет дальше. Все в порядке. Посмотрим, как мы будем действовать дальше. Мы собираемся. Мы собираемся крестить вас. Хорошо. А как насчет девушки в костюме? Я забыл, как вас зовут. Это Талия. Это Талия. А как насчет того момента, когда вы рассказали об этом своим родителям? Как же это было? Ну что же, хорошо. Когда я вам об этом сказала? Это вы, сэр. У меня такое чувство, что вы в меня влюблены по уши. Я этого не знаю. Продолжайте, продолжайте. Все в порядке. Когда я рассказала об этом своей маме, ей это не очень понравилось. Потому что она уже вроде как знала, что это такое, и знала, сколько денег я зарабатываю. Она сказала, что до тех пор, пока это приносит деньги на стол, ее это вполне устраивает. Но да, именно так оно и есть. В этом нет ничего особенного. А это ваша мама? А моя мама, это кто такая? А какая у вас мама на вид? А чем она занималась по работе? У меня ничего нет. Она привыкла сидеть дома с мамой. Хорошо. А как насчет вашего отца? На самом деле, мой папа такой и есть. Он сидел в тюрьме, но сейчас находится в Мексике. Это Эль Чапо. А что он делает в Мексике? Это Эль Чапо. Это Эль Чапо. Это Эль Чапо. Я Чапо. Я даже не знаю. По-моему, он просто живет своей жизнью. Именно этим он и занимается. Это очень интересно. Да, именно так и есть. Ребята, у вас когда-нибудь возникало такое чувство, что вас осуждают? А вам, ребята, нравится это чувство? Я даже не знаю. Мне это совсем не нравится. Я начинаю испытывать беспокойство. Когда я был в Лос-Анджелесе, когда я был в Лос-Анджелесе, я собираюсь прервать вас, но когда я был в Лос-Анджелесе, никто по-настоящему меня не осуждал. Все говорили примерно так, просто курите травку и расслабляйтесь. И мне было очень холодно, но когда я возвращаюсь домой, ко мне возвращается рассудок, я чувствую, что, может быть, я слишком похож на вас, ребята. Вы меня ненавидите. Я немного чересчур осуждаю вас. Нет, никто из нас не родом из Лос-Анджелеса. Да, мы не из Лос-Анджелеса. А откуда вы, ребята, родом? Мы родом из Чикаго. Никакого блокады нет. В чем дело? Именно так все и говорят. О, о, нет-нет. Король, заткнись, заткнись. Покойся с миром. Покойся с миром, король драмы. Покойтесь с миром. Покойтесь с миром. Покойся с миром, баш, покойся с миром. Покойся с миром, джуз. Джуз. Я обожаю сок. Это еврейский народ. Повторите это еще раз, извините. Нет, мир соков, мир соков. Все в порядке, я подумал, что это похоже на Холокост. Вы пытаетесь подтолкнуть меня к тому, чтобы я поднялась наверх. Мой вопрос заключается в следующем. Могли бы вы выбрать одну из этих цыпочек, чтобы жениться на ней и жить с ней, если бы к вашей голове был приставлен пистолет, не так ли? Вы обращаетесь ко мне? Какую из них вы выберете? Я абсолютно уверен в этом. Вы здесь единственный парень, кроме вас. Все в порядке. Да, я думал, вы разговариваете с кем-то в чате или что-то в этом роде. А если бы мне нужно было выбрать девушку, на которой я должен был бы жениться? Скажите, пожалуйста, какой из этих двух вариантов лучше? Давайте поставим ситуацию в неловкое положение. Давайте поставим ситуацию в неловкое положение. Я не знаю. Вы можете это сделать. Ну же вы можете это сделать. А какой из них я выберу? Да, скорее всего, это талия. Пришло время звукового эффекта. Да. О, да, нам нужна помощь. У меня хороший звук. Я не знаю, в чем дело. Просто испортите все это дерьмо в чертовой матери. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А что там, все это время играет музыка. Но только что же это было? Мне кажется, я думаю, что она действительно играла. Мне сказали, чтобы я включил звуковой эффект. Я нажал на красную кнопку. А потом я нажала на какую-то кнопку. Об этом читайте в моем блоге. Так оно и есть. Мне очень жаль. Что вы на это скажете? Йоу, я общаюсь с вами в первый раз. Хотя часто смотрю ваш стрим, братан, вы чертовски забавный человек. А еще, что вы на это скажете? Я влюблен в эту рыжеволосую девушку. Она рыжеволосая? Эй, София, бросьте свои социальные сети прямо сейчас. Возвращаемся к тому, чтобы облажаться, братан. Возвращаемся к тому, чтобы облажаться. Я уважаю тебя и люблю тебя, братан. Чур меня, сука. Все в порядке, вы меня слышите? Я этого не говорил. Он этого не говорил. Все в порядке. Возвращайся к этому вопросу. Так как же это было? Как все прошло? Вы понимаете, что я имею в виду? Я думаю, что мое время было временем новой волны. А как вы к нему относитесь? Я думаю, я думаю, что хочу этого, я думаю. Я тоже так думаю. Это не ложь. Когда он сказал вам эти 10 баксов? Я подумал. Черт возьми. Когда он сказал это, я подумал, братан, пожалуйста, позволь ей сказать песни «Дай пламени». Только не говорите «Игра» и «Бросай». Потому что это самое подходящее слово, как все говорят «Игра престолов». Я имею в виду песни «Дай пламени». Там их очень много. Там их очень много. Если вы подумаете о книгах-приквелах, то это будет похоже на то, что вы можете себе представить. Я прочитала далеко не все из них. Я еще не дочитала до конца. Это они и есть. У них горит дерьмо. Это серия голодных игр. Серия голодные игры такова и есть. Это просто феноменально. Это настоящая конвергенция. Это расхождение во взглядах. Это расхождение во взглядах. Я видел этот фильм первого числа. Йоу, чувак. У меня есть два пацана-панка и ведущая леди, за которой я не гоняюсь, братан. А еще у меня есть ведущая. Он только что назвал свою жену старым болваном с цепью. Послушайте меня внимательно. Послушайте меня, бунтарка. Слушайте, слушайте. Я сказал «Чур, я дам вам денег». Мне все равно. Мне плевать на вашу ситуацию. Я сказала «Чур, меня». Я с уважением отношусь к своим обязанностям. У нас есть статья 62 Кодекса Братства, хорошо? Вы меня слышите? Я объединяюсь в одну команду. Эй, вы все-таки знаете о Кодексе Братства? А вы все знаете о Кодексе Братства. Потому что я думаю, что многие люди в чате не знают о Кодексе Братства. Именно поэтому мы продолжаем работать над этим. Именно поэтому мы продолжаем злиться друг на друга, потому что вы все ничего не знаете о Кодексе Братства. Расскажите мне о компании Брока. А каков же Кодекс поведения, братана? Он записан у меня на телефоне. Позвольте мне посмотреть, смогу ли я это сделать. У вас все это записано на бумаге. Я на месте. Нет. Это записано у меня на телефоне. Но у них здесь этого нет. Вот код братана, вот здесь. Так что, похоже, к вам относятся с уважением. Да, вы получите удар по мячу, отбитым мячом назад. Честно говоря, у меня такое чувство, что не так уж много людей уважают кодекс поведения братана. Братан, у меня в старших классах школы были кексы. Они не уважают братский кодекс поведения. Братан. Нет, нет. В старших классах нет кодекса поведения братана. В старших классах нет кодекса поведения братана. Нет, нет, да. Нет? Определенно нет. Я знаю ситуацию с моей подругой, когда она буквально перепрыгивала через группу друзей. Я вовсе не собираюсь этого делать. Она была настоящей корешкой прыгуней. Это хоппер. Это хоппер. Вот и все. Подождите, подождите, подождите. Но все же это не брокер. Я знаю, что это не брокер. Да, но... Так оно и есть. Если девушке нравится гомерчик, она может прыгнуть с вашего разрешения. Вы же знаете об этом. Как она сама говорит? Это очень круто. Да, например, если вы просто страстно привязаны к своему братишке. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. Это похоже на семейную реликвию группы друзей. Позвольте мне поделиться с вами. Вы действительно нарушаете кодекс поведения братана? У него есть код брокера. Статья 62. Это 62-я статья кодекса. Вы подумали, что я лгу. О, вот и все. Все в порядке. Все в порядке. Чат, я не лгу. Я не лгу. Вы все, вы все можете подумать, что это полный каприз. Чат, я не лгу. Именно поэтому мы с моими настоящими братанами не ссоримся. Мы никогда не ссоримся. Мы просто ударим эту сучку дубинкой, держись. Таков кодекс поведения братана. Это талия. Код строки не позволяет сосредоточиться. Код строки не подается фокусировке. Черт побери. У нас возникли некоторые технические трудности. Дайте мне вторую оценку. Братан, кодекс поведения братана действительно сейчас не в фокусе внимания. Сосредоточьтесь на этом, сосредоточьтесь. Ну же, давайте же. Не хотели бы вы прочесть это вслух? Хорошо, мы просто прочитаем это вслух. На тот случай, если два брата нацелятся на одну и ту же цель, львы одновременно. В одно и то же время должна быть определена равная длина дискретного братана Шамбо при условии, что цыпочка все еще там. Вот и все. Чур меня, пожалуйста. Братан, вот так оно и есть. Это законные контракты. У вас есть свои кореши. Факты, факты, факты. Какое-то время я был против Кони, но потом я запрыгнул к ней в машину, и она очень вежливо выпроводила меня. Очень вежливо. Дебби Брукс. У нас есть Брукс, во что бы то ни стало. Назовите статью примерно с первого по десятое число. Я прочту ее и прочитаю для вас всех. Тем не менее, там очень много статей. Он сказал, что у вас нет ни Диснея, ни Кони, братан. Именно так и сказала Кони. Именно так и сказала Кони. Да, потому что она, 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 она. Она затеняет меня, братан. Это она. Но выберите номер, выберите номер. Это случайное число. И я расскажу вам об этом в статье. По-моему, я лгу. Вот в чем дело. Вот тут и вы все облажались. Раз, два, три. Сделайте четыре шага вперед. А как же четвертая статья? Статья четвертая? Нас четверо. Четверо. Это мои самые любимые числа. У вас есть любимое число. А какое именно? Мое любимое число небеса. Уже восемь часов вечера. Это мое любимое блюдо. Это мое любимое блюдо. Вот это число. Номер завершен. Восемь — это мое любимое число. Вот эта статья. Вы так и сказали. Четыре. Это похоже на пару сисек. Это похоже на пару сисек. Вот почему вам это так нравится. В четвертой статье говорится, что братан никогда не должен разглашать женщине о существовании Кодекса Братана. Черт возьми, вы только что сломались, сломались. Нет, нет, нет. Я разговаривал со своими братанами. Я разговаривал со своими братанами в чате. Они могут все это подслушать. Послушайте, это священный документ, которым нельзя делиться с цыпочками ни по какой причине. Нет, даже не по этой причине. Нет, если женщина читает это письмо в первый раз, позвольте мне извиниться. Я никогда не обращал внимания на то, что в этой книге так много математики. Я настоятельно призываю вас взглянуть на этот документ с точки зрения того, что он собой представляет. Художественная литература о пицце. Предназначенная для развлечения широкой аудитории через призму стереотипных гендерных различий. Иногда действительно кажется, что мы с вами с разных планет. Совершенно очевидно, что никто, ни один реальный человек на самом деле не поверил бы в Вогера и не стал бы его придерживаться. Да, да. Так значит, это подделка, не так ли? Я хотела бы знать, есть ли у нас какой-нибудь девичий кодекс поведения. У меня такое чувство, что мы просто знаем об этом. Уда, именно так и есть. Так оно и называется. Мы все знаем об этом. У меня большие сиськи. Все мы попадаем в тень. Вы чертовски хороши, братан. У нее действительно все хорошо получается. Но вы поступаете со мной не так, как мой отец. Я скучаю по вам. Я скучаю по вам. Пожалуйста, возвращайтесь поскорее. Так в чем же дело, Том? Том очень симпатичный парень. Он очень красивый парень. Так что у нас есть кое-какие дела. Мы поговорим о потоковом вещании. Потоковое вещание должно быть осуществлено как можно скорее. Да, нам нужно и то и другое. Вообще-то я как раз собирался поговорить с вами о некоторых вещах. Я уже веду трансляцию в прямом эфире. У меня просто не было времени на это в течение минуты. Я знаю об этом. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее включили трансляцию, чтобы мы могли поиграть в эту игру. Вы должны посмотреть, как я играю в одну игру. А да, конечно, нет. Мы собираемся поиграть в покемонов. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, помогите мне. Так кого же мы будем оценивать по достоинству? Мы могли бы оценить по достоинству то, что она филипинка. Очень мило с вашей стороны. Ну вот и все. Мы с вами совершаем набеги или они тоже совершают набеги? Нет, мы собираемся кого-нибудь вырастить. Так что мы действительно вышли из сети, но мы собираемся кого-нибудь вырастить. Но она филиппинка. Вообще-то я должен был ей позвонить. Она должна была приехать ко мне сегодня вечером. Я люблю вас, панда. Я люблю вас. Боже мой. Я люблю вас, Марина. Как у вас? Как проходит ваш день? Я объединяю их в одну команду. Держитесь крепче. Подождите, вы сменили свое имя. Йоу. А почему вы сменили свое имя? Она и со мной тоже так поступила? Она сказала, что не думала, что я говорю это всерьез. Вот это да. Марита, я не думал, что я говорю серьезно. Нет, нет, это она. Я знаком с Маритой по веб-сайту www. Я общаюсь в чате внутри Рейдера. Но все же, почему она сменила свое имя? А почему вы сменили свое имя на девчачьи? Я люблю вас всех. Низкий поклон. Мир вам, мир вам. До свидания. До свидания, поболтайте. До свидания.